Как оценить свой код? Чистый он или нет? Весь код грязный. Любовь, морковь, лучшая технология на свете. Манифест чистого программиста. Знаешь, никогда не знаешь, что стрельнет. Программирование — это ремесло. Ну, я не хочу, чтобы на меня обижались фронтендеры. Это абсолютно не проплачено. Не очень чистый код. Грязноватенький. Всем привет, друзья. С вами подкаст «Подлодка». Меня зовут Женя Котелло, и я сегодня с Катей Петровой. Кать, привет. Всем привет. И тема сегодняшнего нашего выпуска, я надеюсь, будет очень холиварная. Мы собирали когда вопрос к этой теме. Получилось столько интересных мнений, что, я надеюсь, мы все эти вопросы постараемся включить в сегодняшнее обсуждение и найти какую-то истину. Короче, не буду сейчас очень сильно всех долго разогревать. Мы сегодня будем говорить про чистый код, что это такое. И, кстати, да, здесь маленькая ремарочка. Мы будем говорить не про книгу «Чистый код» Роберта Мартина, но ее тоже затронем. А в целом про чистый код как концепцию. И помогать нам с этим будет наш гость Кирилл Макьевнин, ко-фаундер Хекслит, ютубер с недавних пор, а еще автор телеграм-канала «Организованное программирование». И вообще наш старый друг и уже дважды, дважды, кажется, я ничего не путаю, гость нашего подкаста. Если вы слушаете нас давно, то вы, скорее всего, помните выпуски. Во-первых, про… Господи, как же она называлась? Обязательные знания программиста. Обязательные знания программиста и про продуктивность разработчика. Кирилл, привет. Привет. Сейчас ты сказал про продуктивность разработчика, и я такой довис, и вообще забыл, что был такой выпуск. Да-да. Правим, короче, выпуск. Да-да. И тут, кстати, для тех, кто слушает нас в аудио, и, наверное, для тех, кто смотрит нас в видео, хочу сделать небольшое пояснение, потому что мы будем, скорее всего, делать некоторые ремарки про ожидание рассвета. А все почему? Потому что Кирилл с нами сегодня пишется, у него пять с лишним утра в Майами, он на улице, недалеко от бассейна, поэтому те, кто смотрит на ютубе и ничего не видит, подождите, подождите, скоро вы все увидите. Мы очень надеемся дождаться рассвета, вот, и если вы не помните, кто это, Кирилл, вы наконец-то увидите и сто пудов вспомните. Но перед тем, как мы начнем обсуждать чистый код и вместе с Кириллом, так сказать, из-за тьмы грязного кода двигаться к рассвету чистоты и великолепия, сорян, сорян, я не знаю, что... Нет, оно того стоило, оно того стоило, Жень, все хорошо. Да, Кирилл, можешь в двух словах напомнить свой бэкграунд вообще? И, наверное, даже здесь про бэкграунд можно чуть-чуть меньше. Мне было бы, наверное, еще интересно узнать, почему ты в целом... Как так сложилось, что ты у себя в том числе в Телеграм-канале, например, или в Твиттере регулярно любишь обсуждать именно вот всякие технические аспекты, не то что там каких-то языков программирования, а в целом программирование как, не знаю, на более высоком уровне. Как именно хорошо писать? Почему мы тебя позвали? Потому что ты регулярно пишешь про общие применимые концепции хорошего классного программирования. Вот как так вышло, что тебя это заинтересовало, а ты регулярно именно про это пишешь? Я не знаю, почему сам, но это было типа с самого начала. То есть я программирую с 2007 года, это помимо универа и всего остального. И, знаешь, я очень быстро как бы влюбился во всякие книжки, на Арбате постоянно тусил, покупал совершенный код, чистый код, все, что только можно, потреблял. И, знаешь, мне почему-то всегда было интересно, вот знаешь, есть люди кого-то, кто-то там тащится от микросервисов, кто-то там тащится от функционального программирования. Я, кстати, тоже через это проходил. Кто-то там было, помните, время, все говорили, большие нагрузки, большие нагрузки, потом как-то про это забыли почему-то. Но меня вот на протяжении всего этого времени всегда интересовал именно способ как бы организации бизнес-логики, организации программ. У меня там свой весь опыт написания УРМов, фреймворков, библиотек и всего остального. И как-то вот всю свою жизнь я к этому тяготел. И самое главное, для меня это был, знаешь, бездонный источник, потому что со временем лучше не становится. Вот. И я понимаю, что я могу говорить об этом бесконечно и, в общем-то, идти уже там по второму кругу. Хотя и что еще мне нравится, наверное, в этой теме, то, что фундаментально там мало чего меняется, честно говоря. И я как бы вот пытаюсь быть светом в этом царстве тьмы. Ведь у нас сегодня все, все рассказалось. Давайте, кто слушает наш подкаст в пятницу, там можно, типа, выпивать чашечку чая или чего-то каждый раз, когда мы делаем отсылки к рассвету. А можно я еще один разогревающий вопрос задам? Мне вот как раз, когда Женя описывал вот твою публичную деятельность, мне такой вопрос пришел в голову. Кирилл, как ты считаешь, программирование — это ремесло? Ну, наверное. Спасибо, с вами был подкаст «Подлодка». Я не вкладываю в это никаких особых слов, вот честно тебе скажу. Так много все в словоблудие превращается. Я бы в такой ситуации сказал «define» — ремесло, что ты подразумеваешь под этим термином. Ну, типа того, да. Программисты бывают разные, давайте так. Задачи тоже бывают разные, да. Да, это правда. Ну и последнее такое, что я могу себе позволить сделать перед тем, как мы начнем обсуждать. Сильно прям всем рекомендую, если вы сидите в Твиттере, подписаться на Кирилла. Если вы не сидите в Твиттере, безусловно, в общем, сидите или не сидите, подписаться на его Телеграм-канал и на Ютуб. Потому что, ну, правда, такого технического... С одной стороны технического, с другой стороны не... Как это сказать? Ой, в современное время просто очень сложно найти айтишных инфлюенсеров, которые пишут не с целью подпалить задницу, а с целью поделиться своими знаниями. Вот Кирилл — один из таких классных ребят. Я очень сильно рекомендую подписаться на все его возможные каналы, потому что, правда, вы стопудово узнаете что-то новое и полезное, и узнаете не в формате того, что вот это все плохо, а вот это хорошо. А, короче, видите, на мой взгляд, довольно разносторонние взгляды на разные подходы с оценкой объективных плюсов, минусов, всякого такого, короче, от меня... Да, и которые применимы ко всем стэкам. Вот это самое классное. И самое сложное — писать про все сразу, никого не обидев, да? Да-да. В общем, от меня прям личная рекомендация. Это абсолютно непроплаченное мнение. Короче, подпишитесь, точно не пожалеете. Ну все, с подготовительными штуками закончили. Давайте, наконец, говорить про чистый код. И мне хочется начать вот с какой темы. Перед выпуском мы традиционно стали иногда вбрасывать вопросы наших подписчиков на YouTube. Кстати, подпишитесь на наш YouTube, кто не подписан. В Telegram, кто не сидит в Telegram, приходите. Мы туда регулярно вкидываем вопросы к грядущим выпускам. У вас будет возможность, на самом деле, повлиять на то, что мы обсуждаем в выпуске. Или там в Twitter. Короче, мы вкидываем вопросы, что бы вы, наши слушатели, хотели, чтобы мы обсудили в конкретном выпуске. И конкретно с чистым кодом я столкнулся с проблемой, что люди слышат чистый код и думают не про чистый код, а про книгу Боба Мартина «Чистый код», клин-код. И начали сразу задавать вопросы. О, а как же так? А книга же уже устарела, да? А что порекомендуете читать, если нету книгу? А почему идеи Боба Мартина плохие? Короче, все люди начали задавать вопросы именно про эту книгу. Поэтому я считаю, что мы не имеем права игнорировать слона в комнате, как говорится. Давайте попробуем разобраться, что такое чистый код, откуда вообще взялся этот термин, и что под этим термином подразумевал Боб Мартин, как, наверное, человек, который ввел термин в широкий обиход. Вот. Давай, Кирилл, с этого начнем. Это правда. И, знаешь, я прошу путь от человека, который везде говорит и рекомендует про чистый код, к человеку, который говорит, скорее, не стоит читать чистый код. Ну, на самом деле, знаете, есть прикол. Короче, вы меня вчера добавили в этот ваш чат в Телеграме, да? Да. Я почитал, и там, и, кстати, в Твиттере, по-моему, тоже мне скинули ссылку на, там, срач у него был недавний какой-то, да? И в итоге, короче, я нашел интервью, которое было с The Prime Time, есть такой чувак, ровно месяц назад. И вчера, пока катался на роликах, значит, слушал эту штуку, думаю, ну, надо, ну, как бы, чтобы говорить, так сказать, свежие данные насчет того, что он говорит про свою книгу и так далее. Там реально чувак полтора часа вот так нормально спрашивал про его книжку, про все, что он там сказал и так далее. И могу сказать, что в целом, как бы, когда он что-то говорит, ты такой понимаешь, что, ну, разумный дядька, у него там нормальные подходы и так далее. Тут, мне кажется, во многом, если вот просто в двух словах сказать, и это на протяжении всего разговора, видимо, будет проявляться, что очень в программировании очень много нюансов, да? И у вас там контекст важен и так далее, и так далее. Но когда ты вот находишься на, так сказать, в публичном поле, то, естественно, тебе надо где-то упрощать. Ты не можешь говорить все, постоянно говорить но. И поэтому очень многие вещи, они воспринимаются максимально прямолинейно. Соответственно, это порождает там срачи, непонимание и все остальное. Потому что там есть вещи, которые, например, он там пишет, да, можно воспринимать одним образом. Но когда он говорит, его говорят, а вот ты считаешь так. Он такой, да нет, я нормально, просто пишу код, да, и ты понимаешь, у человека все как бы хорошо. У него есть как бы свои заморочки, но у кого из нас их нет, да? Потому что сейчас нас, например, слушает, я уверен, немало функциональных программистов, которые прищурили глазки и хотят сказать, что, ребята, чистый код только в чистых языках, где разговоры про хаски. Вот, я уверен, что такое тоже будет. Поэтому, как бы, с Робертом Мартином все нормально. Есть там всякие спорные вещи, о которых мы поговорим. А в книжке, ну, есть проблемы определенные, да. Почему популярно? Ну, наверное, потому что он один из, как бы, пионеров, да, вот всей этой движухи, там, стоя у истоков Аджайла и всего остального. Я, честно говоря, не знаю историю в плане, знаешь, чего, почему именно эта книга, почему именно этот чувак. Потому что, честно говоря, ну, во-первых, там же много компиляции просто, да, того, что и так было. И для меня, например, есть гораздо более, там, сильные, важные книжки, про которые почему-то все забыли от слова вообще. То есть, например, «Программист Прагматик» гораздо более ценная книжка, с моей точки зрения. «Совершенный код» тоже прекрасная книга, которая для... освещает огромное количество очень важных аспектов. И еще там много других книжек. Я уж не говорю про какую-нибудь SIGV, там, или HDTP, как «How to Design Programs». Это намного более сильные вещи. Но вот получилось так, что про него все говорят. Плюс еще там есть проблема, наверное, почему и хейта много, и всего остального, если вы слышали, да, вот типа разнообразные... И там же год, по-моему, назад, да, человек выпустил статью на тему, что вот хватит его рекомендовать. Ну, и там действительно есть такая проблема, то, что помимо общих хороших правил, которые там есть, Маркетин примешивает некоторые спорные правила. И плюс местами там такая забавная штука получилась, что он говорит одно, а в коде показывает противоположное. Там особенно связанное с изменением состояния и так далее. Ну, вот поэтому такое впечатление. Короче, хорошие, полезные штуки там есть, но в целом это компиляция плюс несколько мыслей, его которыми не все согласны. Так что ничего сверхъестественного там нет. Но он взорвал популярность у своих всех, да. А как думаешь, нет ли проблемы с тем, что вот как раз из-за того, что ты сказал, для иллюстративности приходится некоторые примеры упрощать, да, убирать из них какой-то контекст, сделать их максимально общеприменимыми чисто в демонстрационных целях. Он это делает, показывает, люди смотрят, видят, что конкретно вот этот там кейс противоречит тому, что у них в коде работало бы хорошо или выглядело бы хорошо. А люди, вместо того, чтобы видеть в коде, в книге, точнее, примеры того, как можно было бы реализовать какие-то принципы, как иллюстрацию, они воспринимают это как догму. Типа, делать надо вот так. И просто правило... Все в культ возводят. Да-да-да, возводят в культ, и проблема только в этом. То есть чувак пытается тебе проиллюстрировать какие-то концепции и как их можно было бы применять, а ты воспринимаешь это как правило. Я просто это очень много наблюдал на примере мобильного комьюнити, когда там 15-16 год, все, ну там резко, очень сильно росла мобилка, все сильно в нее инвестировали, архитектура в мобилке вышла на очень важное место, вышла на передний план, так как раньше не так много ей внимания уделяли. Естественно, все ломанулись читать что-нибудь про архитектуру, как-то так вот случилось, что мобильщики уперлись именно в клин-код, начали думать про чистую архитектуру, и вот это стало прям догмой. Все, что там написано, нам нужно вот так же сделать. Вот если Роберт Мартин написал слоеная или слоистая архитектура, вот эта вот луковица так называемая, мы ее пойдем делать. Короче, проблема как будто бы не в том, что идеи неправильные, а проблема в том, что люди берут идеи и думают, что их нужно применять, не включая голову, не задумываясь о контексте. Вот как думаешь, похоже на правду или нет? А мне хочется сказать, а где по-другому? Я не биолог, не специалист, но для меня это вопрос нашей, скажем так, физиологии. Ну да, мы так проще, так удобнее и на самом деле эффективнее для мозга. Вот он, собственно, это жизнь от охотников-собирателей до программистов, в общем-то, все это то же самое. То есть для меня как бы, понимаешь, я со временем как бы ко всему этому стал относиться типа не то, что люди неправильные, а то, что это именно то, какие мы есть. Вот, и вы же знаете, что любая технология, вот реально, у меня есть теория, что есть такие восьмилетние циклы, когда ты начинаешь, короче, если ты больше восьми лет в программировании, ты начинаешь замечать цикличность очень многих вещей. И это очень прикольно, когда ты просто понимаешь, что, блин, ребята, ну мы все это проходили. Вот, например, были паттерны, про них говорили абсолютно все, было самое главное. Где сейчас вообще паттерны, и про них просто никто не говорит. Чтобы вы понимали, когда я в телеге про них пишу, отклик почти нулевой, то есть люди вообще на это не реагируют, хотя, казалось бы, ну и так далее. И есть, например, вещи, почти все технологии проходят этапы, вы сами знаете, да, когда первое, любовь, морковь, лучшая технология на свете, что происходит через лет пять, хейт, плохая, закапываем. Например, вот с React, вспомните, там, тринадцатый год, мы, кстати, по-моему, одни из первых, кто его вообще в продакшен начали использовать, он только-только появился. Все там кипятком писались сейчас. Ну, как бы обратно есть история, да, там, Vue. Я уверен, что Vue закопают скоро. Ну, это касается языков и всего остального. Поэтому, в общем, для меня все это просто нормально. И тут, знаешь, никогда не знаешь, что стрельнет. То есть, грубо говоря, всегда будет догматика, но вот есть вещи, которые лучше пусть так, а есть вещи, которые все-таки не стоят. Вот мне, честно, я вам скажу, мы об этом сегодня тоже поговорим, вот есть Solid, да, вот эта аббревиатура. Вот для меня, честно, вот именно эта штука, например, более деструктивная, скажем так. Вот лучше бы какую-то другую аббревиатуру собрали, потому что я... Ну, мы потом, опять же, поговорим. Я просто расскажу, может быть, немножко пару слов про эти принципы. То есть догматика всегда будет. Вопрос, типа, к чему привязываться. А заранее никогда не узнаешь. Да, тут я могу только согласиться. Поэтому лучше программиста-прагматика читать. Короче, надо не учить, как что-то делать, а зачем что-то делать. Ну, ладно, что-то нас понесло уже. Сейчас нас понесли. Нормально, нормально. Да. Ладно, финальный вопрос, чтобы вот эту главу про Мартина закончить. Что, правда, не хочется превратить этот выпуск в обсуждение его книжки и идей. Тем более, что там все стадии обсуждения уже прошли. Сначала это суперклассные идеи, потом это всё плохо, не служите Мартина. Потом мы вообще заканцелили за его то ли политические, то ли какие-то ещё взгляды. Жень, а можно перебью нубским вопросом? Вообще сам термин «клинкот» до того, как Мартин свою книжку выпустил, употреблялся? Я просто не знаю. Я тоже, если честно, не знаю. Но у меня ощущение, что это тот самый случай, когда даже если употреблялся, это был какой-то локальный местечковый термин, который кто-то где-то использовал, может быть, для себя. Но массово популяризовался он именно после книги. У меня такое ощущение. Но пруфов, конечно же, не будет никаких. Так вот, что я хотел ещё последнее спросить. Опять же, есть некоторая мешанина, наверное, в терминологии, когда идёт обсуждение идей Роберта Мартина. Кто-то говорит про чистый код. И там как раз люди начинают говорить про то, что функции должны быть короткие или что-то ещё. А есть чистая архитектура, где как раз люди говорят про вот эту луковицу, слоистую архитектуру, вот это вот всё. Это вообще про одно и то же? Или это всё абсолютно разные истории, Кирилл, как думаешь? Не, ну это не совсем одно и то же. Но в любом случае это просто слова, да. Это, знаешь, как, опять же, вот я слушал его подкаст, и там такая вот как пример был про agile, да. И он тоже такой немножко с удивлением рассказывал, что, слушайте, мы там придумали agile. Вообще это просто простая идея для программистов. Он там её просто одним предложением описал. Он говорит, а потом пришли проекты, нас оттуда выпинули. И это типа вообще их территория стала. Хотя он говорит, это вообще-то мы не для них придумывали, а нас оттуда выгнали. Вот, и теперь вокруг этого там, ну, представляете, какая, значит, экосистема и всё остальное. Вот мне кажется, здесь то же самое. Никто не ожидал, что просто названия книжек превратятся в армии поклонников, которые будут друг другу потом морду бить за все эти вещи. То есть поэтому, кстати, у тебя когда был там, типа, давайте определим, что такое чистый код, все дела, да нет, нет же никакого определения. Ну, чувак просто так книжку назвал. Вот, для функциональщиков, ну, весь код грязный, пока это не хаскид, да? Да, да. Да, тут, кстати, я очень сильно хочу этому плюсануть, потому что я последние много лет уже, наверное, ловил очень такой нехилый кринж каждый раз, когда в разговорах про код, его там чистоту, структурирование, какие-то архитектурные подходы. слышал чистый код и всегда, ну, и после этого обязательно отсылку именно к Мартину, типа, потому что Мартин так сказал. Вот это, типа, мне кажется, вообще максимально странная история, потому что, типа, берешь термин, берешь идеологию, как догмат какой-то, и говоришь, ну, просто, типа, это хорошо, потому что так сказал автор термина. И вот как раз сегодня, я думаю, мы постараемся определиться с тем, что такое чистый код, не с точки зрения того, что кто-то как-то так сказал, а с точки зрения того, чтобы с этим кодом было работать, наверное, приятно. Короче, ладно, не буду забегать вперед. В общем. Мне кажется, жизнь бы упростила, если бы мы говорили хороший код. Мне кажется, все проблемы, ну, люди, конечно, оперируют к автору термина, потому что автор так сказал. Ну, ладно. Можно последнюю шутку про чистоту? Конечно. Я просто тоже перед выпуском, ну, что-таки ты смотрела статьи, чтобы память тебя освежить. Есть чистый код, есть чистая архитектура, а есть на Хабре статья «Манифест чистого программиста». Простите, это… Чистого программиста? Чистого программиста, да. Меняешь штаны хотя бы раз в неделю и мойся хотя бы два раза в неделю, да? Да, все. Великолепно. Так, все. Социальный долг мы выполнили. Дорогие слушатели, если вы пришли в этот выпуск послушать про Роберта Мартина в этом месте, вы, в принципе, можете быть свободны. На этом мы, скорее всего, заканчиваем. Наверное, мы будем делать какие-то реверансы к идеям из книги, но это я вам гарантировать не могу, потому что настало время поговорить, а что же на самом деле такое чистый код? Не в понимании того, про что писал Роберт Мартин, а в понимании… Ну, сейчас мы постараемся разобраться вместе, что туда входит. Ну, все, Кирилл, давай попробуем начать разбираться, что можно было бы понимать под чистым кодом. Я бы предложил начать с каких-то вообще общих принципов. Вот когда мы говорим про чистоту, что под этим хотелось бы, наверное, понимать, что под этим можно понимать? У меня есть, знаешь, такая некая предварительная ласка. Сначала надо пару моментов, так сказать, рассказать для того, чтобы было проще потом двигаться вперед. Вот, значит, есть несколько вещей, которые происходят постоянно. Значит, во-первых, проблема номер один в том, что что бы мы ни говорили, кто бы что ни говорил и так далее, не спрограммирование, к сожалению, вот честно говоря, к моему сожалению, устроено таким образом, что слова человека и то, что происходит на практике, очень сложно сопоставить. Ну, вообще практически нереально. То есть, что бы человек ни говорил, ты потом смотришь в код, все может оказаться противоположным. Знаешь, как часто говорят, мы пишем тесты, лучше бы вообще не писали, как тесты пишут вот в тех местах, где говорят, пишут тесты и так далее. Тут еще, видишь, какая история. Я же предприниматель, да, и у меня там большая компания, ну, как по моим меркам, там 100 человек практически работает. И среди них большинство не программистов. Соответственно, оценивать их гораздо проще, потому что, например, там коммерция, она к деньгам вся привязана, да, у тебя есть четко, да, сколько заработал, столько ты и молодец. То есть вот у программистов, если рядом с тобой, вот прям параллельно с тобой не сидела команда, которая писала это как-то по-другому, у тебя нет ни одного шанса понять, а то, что они делали, вообще надо было делать или нет. И это, честно говоря, удручает. Кстати, когда я про это пишу, на меня набрасываются всегда с хитом в плане того, что продался, значит, так сказать, капиталистам. Ну, что-то в этом духе. Но в любом случае это первая проблема. И поэтому я даже когда слышал вот подкаст по поводу Марсина, да, где он говорил, там прям чувствовалось и видно было, что они заходили в некоторые темы, в которых это в словобу луди просто превращалось. То есть было понятно, что пока ребята код не посмотрят, это просто слова, которые ничего не значат. Там про ТДД, например, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Теперь, если мы приходим к чистому коду и вот к этим всем вещам. Я бы хотел это не в виде тезисов, а в виде вопросов тебе накинуть, чтобы люди тоже об этом задумались. Вот смотрите, есть код, как бы, вот мы берем просто некий файл, да, с кодом. Вот какая-то функция. Смотри, она написана аккуратненько, понятна именно переменах и так далее. Но может выясниться, что, например, точно такой же код разбросан по всему проекту в 100 местах. И абсолютное дублирование, очевидно, нужно было ввести абстракцию. При этом мы не видим весь проект целиком. Можем ли мы сказать, что этот код чистый или нечистый без контекста? Второй пример. Мы видим то же самое и понимаем, что, например, эту задачу нужно было проще решить, ну, например, там, кусок кода, который весь на ифах, но при этом ифы понятны, и все красиво. При этом мы понимаем, что в реальности в данном случае вообще-то надо было применить конечный автомат, у тебя бы просто ушла эта логика, и было бы все немножко по-другому. Чистый этот код или нечистый? Или, например, когда мы смотрим на код, тоже все понятно, а потом может выясниться, что понятийный аппарат, который здесь используется, он не соответствует реальному бизнесу, который делается. Этот код чистый или нечистый? Я вот могу задавать миллиард таких вопросов, при которых получается, что стилистически с кодом все хорошо, он читаемый, он понятный. Но если вы смотрите на весь проект целиком, то вообще-то это будет говнокодом. И поэтому, когда мы говорим слово чистый код, мы о чем говорим? Мы говорим о том, что кусок... И это, знаешь, скорее риторический больше вопрос, потому что в каждый конкретный момент времени каждый человек выбирает перспективу, как он смотрит на данный код. И без контекста сказать особо ничего нельзя, но люди любят говорить. Вот увидели файл, говорят, этот код грязный, этот код чистый. И можно ли, например, отделить код от архитектуры, от общей истории проекта, от, например, идеи развития этого проекта, да? Фиг он знает. И стоит ли? Вот мне поэтому кажется, что есть проблемы с терминами. Я тут дальше буду мысль разрывать. Потому что чистота слова — это что-то проповерхностное такое. Вот ты как бы навел чистоту, и поэтому ты быстро считаешь, окей, там названа фигово, переменная, функция длинная, бла-бла-бла. А вот это качество уже типа хорошее, я не знаю, какое тоже слово понятно, что можно разворачивать. Оно уже включает в себя контекст в том числе. Не знаю. Просто пока тебя слушала, я поняла, что мне все менее и менее нравится определение чистый. Чистый код, да. Потому что оно тебя прям вот фреймит на вот таких вот внешних каких-то как будто бы атрибутах. Ну, с другой стороны, мы можем как бы об этом договориться и сказать, что давайте мы смотрим действительно на... И это, кстати, тоже нормально, да? Что это же не отменяет того, что конкретный кусок кода можно написать просто нормально, даже если вообще-то в принципе его писать не надо было, но его написали нормально, да? Кстати, тоже, если вы... Ну, например, мы видим, что в проекте какая-то классная, вот смотрим кусок кода, который красивый, а потом выясняется, что фреймворк это делает сам или вообще надо было библиотекой делать, да? Тоже чистый он или не чистый. Ну, вроде как чистый. Чистый, но ненужный. Но ненужный, да, там и так далее. Но мы можем, на самом деле, для простоты действительно договориться и проговорить. Это, на самом деле, нормальный подход, да? Что типа реально, когда мы говорим про чистый, это вот типа насколько действительно я написал понятный данный кусок кода. При этом он вообще может быть не нужен, он может быть не о том, он может быть повторяет все то, что где-то в других местах, и вообще-то надо было сделать там абстракцию, например. Но сам код можно называть чистеньким. И тогда нормально, да, мы говорим про линтеры, мы говорим про именование переменных, про организацию функций и все остальное. Блин, я честно... Но архитектура тогда чуть-чуть отдельно. Я честно вам скажу, я только за время этой секции испытал какой-то небольшой катарсис, потому что, ну, как бы мы с первых слов, с первых вопросов концепцию чистого кода как вещь саму по себе существующую уже практически закопали. И все вопросы очень правильные, которые, на мой взгляд, должны заставлять задуматься о том, что ты вообще понимаешь под чистым кодом. Это невероятно круто. Я хочу даже отдельно отметить, что вот мы закончили обсуждать Роберта Мартина, у Кирилла было еще темно, а потом он начал говорить, вот все эти вопросы задавать и резко посветлял. Совпадение? Не думаю. С черной окошкой прошла мимо счета. Да. Круто-круто. Ну, вопросы понятные, на мой взгляд, вопросы супер правильно, валидные. И, наверное, каждому, кто пишет код ежедневно на работе или там в своих проектах по фану, стоит ими задаваться. Давай попробуем тогда все-таки начать разбираться с какими-то аспектами. Ну, то есть уже поговорили про то, что там, если код правильный и делает какую-то задачу чистый он или нечистый, непонятно. А что насчет соответствия, допустим, каким-нибудь стандартам и дефолтам? Вообще ожидаемости того, как этот код должен выглядеть и вести. Ну, то есть всегда есть какие-то конвенции, всегда есть какие-то договоренности. Вот как думаешь, насколько можно считать чистым код, который выглядит так, как ты ожидаешь, что он должен выглядеть, или насколько, наоборот, он нечистый, если люди там наворотили чего-то своего? Я, знаешь, понимаю, что сейчас будет, наверное, структурно... Прости, я, наверное, не совсем отвечу на твой вопрос. Структурно немножко другое определить для того, чтобы, опять же, вот еще четко разделить вот эти вот понятия и соотношения. Знаешь, я бы что хотел сказать по, так сказать, процессу повествования о том... Это немножко пересекается с архитектурой, но про это надо сказать. То есть, грубо говоря, у нас вот в приложении есть разные элементы очень. Например, есть представление, да, есть там, где у нас что-то связанное с моделями, там, баз данных и так далее. Вот на самом деле существует действительно некая иерархия зависимости того, типа, какая часть должна быть более чистая. Но там понятие чисто меняется в зависимости от этого. И вот это вот важно, потому что из этого следует все остальное. Грубо говоря, вот если мы... Я для простоты возьму пример из веб-приложений, да, то есть, понятно, что это применимо ко всему, но просто веб-приложения, то, на чем я специализируюсь, и то, что, в общем-то, наверное, большинству более-менее так знакомо и понятно. У нас есть там плюс-минус MBC везде, да, у вас есть некая модель, причем под моделью мы имеем в виду модель предметной области, да, то есть у вас есть некая предметная область, она каким-то образом определяется в коде, и дальше, соответственно, контроллер, по сути, это сценарий какие-то использования, да, там еще могут быть абстракции, это уже не принципиально. И есть некое представление, которое там шаблоны на сервере, React, там, неважно, что-то еще. И вот в этой системе, вот, я даже, наверное, как вопрос задам. Вот представьте, что изначально модель, которую вот описано в коде, да, которую программист там закладывает, сущность их связи, например, названы тупо неправильно и неправильно между ними связи. Типа, какая вообще разница, насколько красиво ты потом пишешь код? Ты просто страдать будешь все время. Этот код будет, по сути, попыткой обойти неправильно созданную вот эту структуру. А теперь представьте, что, может быть, люди уделяют этому время, хорошо прорабатывают вот эту модель, там, все соответствует и упрощают настолько, насколько надо, потому что любая модель – это упрощение, да. И при этом сам код непосредственно в каких-то местах может быть, ну, тут стандарт не соблю, тут, не знаю, перемену, может, неправильно, еще что-то. Вот какой бы, например, вы для себя выбрали вариант? Вот для меня, например, однозначно моделирование гораздо более важная вещь. И вот эта штука, она имеет, ну, как бы определяющее значение имеет, типа, у меня даже вот пример есть. Я, кстати, пока мы про это говорим, я буду приводить, знаешь, какой пример? У меня последние три месяца получилось так, что я засел за кодинг. Я давно не занимался кодингом только фулл-тайм, а последние, вру даже, пять месяцев. Я сначала редактор Хекс это переписал на TypeScript и даже, кстати, за докладом тут выступал недавно. И вот я сейчас пишу, знаете, какую штуку? Подача заявки для нашего колледжа. Там история в том, что это довольно сложный процесс, очень сложный. Там куча документов, сотни полей, много зависимости от того, сколько мне лет мальчик-девочка, военный билет, там все такое. И вот эта вся система проверки подписания документов оплаты, она очень сильно сложная с точки зрения бизнес-логики. Ну, такой, как знаешь, в ERP-системах, там по полной программе. Там очень сложный процесс. Вот. И у меня там был такой прикол, что я создал сущность ордер, которая в конечном итоге оказалась вообще-то инвойсом. Ну, не потому что я перепутал, а потому что оно трансформировалось в процессе. И теперь представьте, человек заходит в код, и он видит там ордер. О чем он думает? Как он себе воспринимает ситуацию? А на самом деле это инвойс. Вот это, и если почитать очень многие книжки, особенно Эванса, например, про ДДД и так далее, это как раз и есть на самом деле вот эти ключевые проблемы, которые в коде имеют гораздо большее значение, чем все остальное. Потому что у вас понятийный аппарат должен соответствовать вашей модели, ну, предметной области. И не имеет значения все остальное, потому что любой человек, который будет заходить и видеть, что это ордер, у него будет срабатывать некая ассоциативная память, да, он будет как-то себе представлять. И его будет просто ломать все время, когда он будет понимать, что вообще-то это другое понятие. Поэтому я потратил полдня, чтобы это переделать. Вот. При этом конкретные куски кода... А, ну, дальше, соответственно, вот эта часть должна быть, и я могу применить этот термин, максимально чистой. Но чистота здесь определяется именно вот этому соответствию. По сути, это сущности, связи между ними, да, ограничения какие-то, которые там есть, это, может быть, к правилам валидации, да, там, свести. И дальше, например, сценарии использования уже могут быть чуть менее, потому что, ну, да, мы там, можно накосячить, но самое главное, что модель правильная. И самая часть, где допускается грязь, типа, где можно вообще писать через задницу, это представление. Почему? Представление, мало того, что оно очень сильно зависит, ну, тут есть иерархия зависимости, да, а, во-вторых, представление это же терминальная вещь, типа, оно не используется. То есть нет такого, что вы из представления куда-то в другое место дальше это тащите, поэтому... Кто-то тащит, но это как раз не очень чисто. Да-да-да-да-да. То есть, типа, если вы написали вьюху, ну, она все, это как бы конец, там, это не либо, это не код, который является основой для чего-то еще. Поэтому, ну, я не хочу, чтобы на меня обижались фронтендеры, то есть фронтенд — это очень сложная штука, но там сложность немножко другого порядка. Там сложность связана именно с состоянием, с UI, там, вот эта сложность. Но с точки зрения, как бы, всей системы, ну, окей, это просто представление, типа, ну, если бы, например, там, кривые модели были, вот тогда бы все страдали, вообще все, и все время. Тут есть очень простой, мне кажется, критерий, типа, цена ошибки, ну, реально, ошибку в представлении поправить проще, быстрее, потому что у тебя не зависит весь проект на этом, а если ошибка на уровне... Ну, я имею в виду не ошибка в рантайме, а в смысле как раз ошибка при проектировании. Ну, как, да-да-да, то есть... Это, знаете, был такой... Кто-то рассказывал шутку, значит, на какой-то конференции выступали чуваки, которые делали какой-то, ну, порно-сайт, там, предположим, и он был для гейов. И у них табличка в базе называлась... Это реальная история. Они просто такую шутку рассказывали. Они у них там, ну, типа, гейс, что-то в таком духе, во множество... А, или мэн. Ну, в общем, не юзер, в общем. И у них в какой-то момент добавились девушки, вот, и они туда пол добавили. И у них, соответственно, вот такое вот немножко несоответствие получилось. Потому что в базе-то уже таблички не переименуешь. Да, да. Слушай, вот ты пока говорил, я понял, что мне пришла в голову мысль, которая, возможно, нам немножко порушит план, но, блин, мы здесь для того есть, чтобы разговаривать. Короче, я как раз перед выпуском еще рефлексировал на тему того, что у меня в голове живет как понятие чистого кода. И вот ты сказал про соответствие там доменного какого-то модели... Ну, соответствие наших моделей, соответствие домена реальной жизни и тем бизнес-процессам, которые мы пытаемся воспроизвести. Я понял, что для меня чистый код на самом деле это про то, насколько большую когнитивную нагрузку я испытываю, когда читаю код, с которым я не знаком. То есть контекст которого в меня еще не загружен. И когнитивная нагрузка здесь может раскладываться на несколько разных составляющих. Первое — это как раз вот понятийно-доменная часть, когда ты читаешь, и просто вот код, который ты читаешь и термин, в котором он используется, нифига не мапится с тем, что на самом деле мы пытаемся сделать в реальной жизни. Ты сидишь такой и думаешь, блин, а что это? Почему эта фигня так называется? А потом ты внезапно находишь документацию, где написано, что это полешка означает что-то другое. Ты такой, ааа, теперь понятно. Второй уровень — это типа когда ты видишь код, который делает какие-то простые вроде бы вещи, ты знаешь, что он делает простые вещи, условно он там пытается джейсончик из одной схемы, там какой-нибудь авра, распарсить куда-нибудь другую схему. Но ты видишь код, который просто лапша, которая что-то достает, раскладывает какие-то мапы, из мапов куда-то перекладывает, потом куда-то еще, и ты читаешь вот эти 20 строчек кода и вообще не понимаешь, что происходит, потому что код очень сильно запутанный. И вот для меня как раз когнитивная нагрузка, которую ты испытываешь, пока читаешь код и пытаешься понять, что же он делает, это и есть принцип вот этой чистоты. И он как раз может проявляться как в хреново подобранном маппинге на реальный домен, так и просто в некрасивом, запутанном коде, таком спагетти-коде. Это надо на звонок поставить, этот звук. Я накину, не то, что я на 100% с этим согласна, но тут к месту, пока-пока план выпуска. Мне сразу же хочется накинуть, что условно для меня порой читать копипейсту проще, чем в слоях абстракции блуждать. Ну, типа, ты открыл, все, тебе не надо никуда ходить, когнитивная нагрузка минимальная. Поэтому я сразу же не согласна с этим определением. Но послушаем, что опытный человек более скажет. А это как раз тот самый случай, про который комары тут летают. Ну да, да, в целом мы вначале обсуждали как раз этот кейс. Да, без реального кода вообще бесполезно говорить, потому что у тебя понятно, что это реально чутье опыт программиста, который знает в конкретии. Кстати, в этом смысле можно сказать одну еще вещь интересную, про которую редко говорят. Вообще-то с точки зрения бизнеса, если так вот посмотреть, цены программиста не просто типа вот я крутой программист, а именно всегда приоритет имеют специалисты в какой-то предметной области. То есть если я там, вот, например, последние 10 лет я так или иначе связанно разрабатываю системы с обучением, ну и вокруг этого все, да. И у меня вот этот понятийный аппарат и даже законодательство, например, российское в плане, там, знаете, там, вот колледжей и всего остального у меня достаточно неплохо загружено. И, ну, мне просто тупо заранее, я просто знаю, когда я делаю это все, я просто заранее знаю проблемы, с которыми я столкнулся, там, абстракции, которые мне понадобятся и так далее. И это, конечно, делает, ну, типа, плюс 100. Ну, это примерно как... Это примерно то же самое, как одно делать с нуля какой-то проект, который еще пивот, там, в процессе бывают, да, и мы такие вообще постоянно что-то в режиме неопределенности. А второй, когда тебе говорят, вот есть Airbnb, напиши аналог, да. У вас количество времени, которое вы на это потратите, оно, типа, сразу там, ну, не знаю, в 5 раз, в 10 раз будет меньше. Вот, поэтому, когда видишь, Катя, мы говорим про абстракции, это нереально словами, в общем, описать. Но ты абсолютно права, да. То есть вот этот баланс, он такой, типа, вообще это и есть то, что определяет, насколько человек-то профессиональный. Проблема в том, что мы это никак по лицу не можем проверить и задавая вопросы. Но если мы посмотрим код, мы, как бы, поймем, скажем, о, этот чувак реально там, типа, сечет, он сделал грамотно. То есть там всегда же компромисс тоже есть. У тебя нету идеального решения. Всегда есть компромисс. Ох, даже поспорить не с чем, накинуть нечего. Что ж такое-то, а? Ну, кстати, знаешь, да, это я отвлекся на Катю, вопрос ответил, ну, в смысле, добавил. А вот про то, что ты говоришь про сложность, я тогда тебе накину. Есть небольшой момент, что все-таки сложность, почему нельзя это брать как критерий? Потому что все-таки, если у тебя проект 10 тысяч строк кода и миллион строк кода, ты ничего не сделаешь с тем, что проект на миллион строк кода будет тебе сложно казаться, да. Но это не значит, что у него код будет нечистый, может быть, наоборот, он там, вау. Но есть контекст, да, если у тебя проект не вырастает больше 10 тысяч строк кода, тебе нафиг и не надо. Но я бы еще, знаете, что хотел добавить, вот вещь, про которую тоже, наверное, реже говорят, сложность в коде, во многом, помимо вот того, что у тебя модель предметной области, все дела правильные, и я ссылку снова сделаю к Эвансу с его ДДД и этот, как он называется, этот единый язык, да, классная вещь, и вообще понятие, это очень важно, потому что имена переменных из этого следует, это, скажем, вот связанная вещь. Есть еще важная вещь, это изменение состояния, то есть это уже ближе к технике, но самое сложное, на самом деле, если люди, вот кто нас слушает, не рефлексировали на эту тему, если они хорошо подумают, они поймут, что больше всего вызывает сложности, помимо понятийного аппарата, это, собственно, изменение состояния, когда у вас метод, на самом деле, и вы ничего с этим не сделаете, все равно абстракции в какой-то момент растут, делают изменения, ходят во внешние системы, и никакое название вам не скажет реально, что происходит, и в каком там порядке, и сколько там подсистем где меняется, и вот это обычно превращается в ад, когда вы пытаетесь понять, а что он там меняет. Такие функциональщины пришли. Вот я, кстати, прошел этот путь через такого приверженца функциональщине, да, у меня этот баланс после этого сформировался, но это правда абсолютная, что побочные эффекты — это важная вещь, и во многом управление ими есть, как бы, грамотное управление ими приводит вот к тому или иному ходу, насколько он хорош. Ну да, но пока мы сейчас не вышли на уровень парадигм, что ли, и каких-то верхнеуровневых концепций, давай сейчас быстренько пробежимся по совсем простым штукам, вот, например, там, все-таки имена переменных, там, насколько большая должна быть функция, насколько это важно? По сути, вот мы очень важные вещи по этому поводу сказали, что когда у тебя... не все люди отдают отчет себе в том, что понятийный аппарат — это очень важная вещь, не только с точки зрения того, что как я модели определяю, а вообще понятие, которым мы пользуемся. У меня есть прекрасный пример. Есть такая компания, она раньше называлась Peter Service, возможно, вы знаете, в Питере, которые для Мегафона делают этот биллинг, да, там работает много-много тысяч человек. Вот я в 17-м году жил в Питере, меня позвали туда как консультанта, в итоге я на год остался жить в Питере, и я, помимо Хекслета, ездил к ним в офис два раза в неделю, и, соответственно, работал с их командами, которых там просто немерено, и помогал им с разными аспектами. Там была команда agile-коучей и тренеров, и я среди них был как бы инженер, то есть отвечал за инженерию. И вот чтобы вы понимали, во многих командах устраивались специальные тренинги, в которых люди договаривались о едином понятийном аппарате. То есть, например, собирают прям команду, потому что они там ругаются, они не могут договориться, им тяжело коммуницировать, то есть там реально много проблем. И выясняется, что одна из базисных проблем в том, что они оперируют... Ну, это же сложно, телекоммуникационная вот эта система, это сложная область. И они оперируют совершенно разными понятиями, особенно сложно новичкам и так далее. И я прям реально присутствовал, то есть я сам это не организовал, а присутствовал на этих встречах, когда они, например, говорят там, давайте прям разбираем слово модуль. Выясняется, что у них модуль означает пять разных вещей. И они постоянно из-за этого путаются, постоянно из-за этого проблемы. Вы представляете, да? то есть когда вот на таком крупном объеме ты это понимаешь, такой, да, черт побери, на самом деле вся компания тратит на вот это понимание друг друга очень много времени, и это очень сильно тормозит, хотя об этом же не говорят на каждом шагу, то есть нет такого же стуки, все про это говорят, а я своими глазами видел, насколько это важно, чем крупнее, тем важнее, даже у маленьких это важно, вот, и когда ты говоришь про имена переменных, по мне, вот это чистое следствие, то есть, да, они должны быть правильны, грамотны, но они должны очень сильно опираться не на кусок этот, типа, ну, не знаю, вы сделали фильтрацию из массива и написали там, numbers, ну, классное имя, в принципе, понятно, что числа, вот, но может быть это, не знаю, сцены, может быть это люди, может быть еще что-то, то есть, конечно, я бы сказал так, в целом имеет смысл делать, если это семантические имена, они должны быть ближе к этому правильному, понятийному так сказать, аппарату, который у вас принят вот в вашем индустрии или в вашем проекте и так далее. Вон, мне кажется, это суперважный поэнт, да, что нету идеальной ментальной модели или абсолютно правильного понятийного аппарата, есть тот, о котором согласилась ваша команда, ну, какой-то такой можно взять, уровень абстракции, это, типа, прям суперважно, мне кажется. От этого опять все споры в интернетах, потому что приходят люди отсюда с разным Абсолютно истинно, да, да. Да, у нас тут сразу вопрос есть, из аудитории на эту тему накинули перед выпуском, есть ли смысл отписываться в пул-реквестах, в мердж-реквестах, отписывать замечания по неймингу. Есть только смысл подписываться на наш канал. Подписываться, да. В общем, есть ли смысл писать комментарии к пул-реквесту по поводу нейминга в тех случаях, когда нет каких-то закрепленных договоренностей и конвеншенов в команде, то есть у тебя есть просто субъективный фидбэк, что вот нейминг не очень удачный. Стоит ли так делать, приведет ли это к улучшению качества кода? Наверное, глобально, конечно, стоит избегать, то есть все-таки должна быть понятная семантика. Комментарии все-таки больше для других вещей, когда есть какие-то вещи, которые, не знаю, вот кастры тут вставили, надо объяснить почему и зачем, или какая-то вещь инфраструктурная, которая вот так вот с воду-то непонятно зачем, а там надо, чтобы как-то работало. Вещи, которые по имени понять просто физически невозможно. Там надо понимать, типа, контекст, почему вообще пришлось так писать. Или на легосе какой-то, да, бывает, вот у вас вроде все понятно, а потом херакс какой-то странный код, а потом выясняется, что просто он нужен для поддержки каких-то старых систем, в которых там данные как-то по-другому были и так далее. Я бы вот для таких вещей комментарий использовал, а все-таки по именованию. А, нет, нет, там про комментарии к пул-реквестам. Кто-то кинул пул-реквест, тебе не нравится нигде... А, типа, код-ревью, на код-ревью писать имею в виду документы. Стоит ли писать кому-то комменты замечания к неймингу? А, замечания к неймингу? Да, сорян, я тут запутал. Я вспомнил, да, я вспомнил этот вопрос. Слушай, вот мне кажется, если вот то, что мы до этого проговорили, людей более-менее принято, то я согласен, что стоит, потому что, ну, представь, у тебя реально, ты с точки зрения понятийного аппарата, у тебя одно... Это, кстати, не обязательно касается предметной области. У меня есть прекрасная... Поскольку я много с новичками работаю, у меня есть очень прекрасная история. Одна из них такая. Значит, когда я проверяю проекты людей, которые делают вот на Хекстлите, например, ну, сейчас я это не проверяю, но я много лет этим занимался, есть несколько классных штук. Во-первых, я научился и придумал подход очень простой, как делать так, чтобы показать человеку, что с неймингом плохо, потому что обычно вообще вот эти срачи, они, конечно, очень выматывают. Программисты любят, да, на эту тему сраться. Способ прокрастинации, мне кажется, знаете, что вот это типа посраться с неймингом, это какой-то способ прокрастинации. Может быть. Ну, представление о прекрасном, как-то, знаешь, задевают чувство верующих, так сказать, в прекрасное. И есть так... Короче, как я делал? Очень простым образом. Например, человек тупит. Я ему говорю, вот именование там, ну, надо лучше вот так. Он говорит, не согласен. Я говорю, окей, проверяем. Я беру этот код, беру какой-нибудь чат, ну, релевантный этому, да, там, и вставляю туда, говорю, ребят, как вы думаете, что делает этот метод. И там, ну, например, он там такую штуку написал, метод show users, что-то в таком духе, да. Естественно, когда я туда копирую, все такие, ну, он там типа на экран печатает. Вот это плюс-минус стандартный коммент. А в реальности, если вы посмотрите исходник, человек просто возвращал результат. Является ли это правильным названием? Это нарушение семантики. То есть, видите, оно не про понятийный аппарат, но оно нарушает семантику. У тебя написано одно, а делает другое. И самое главное, что когда я это ему показал воочию, то человек это увидел, что остальные так написали, мне даже им говорить ничего не надо было. Он такой, так, все, я понял, побежал переписывать. Вот. А можно подушнить еще раз такое какое-то настроение здесь? Мне еще кажется, что вместо того, чтобы писать комменты на pull-request, стоит, если это происходит регулярно, возможно, разобраться, почему у людей типа сбит вот этот понятийный аппарат и пойти там доку написать, не знаю, как-то всех, короче, у всех его выровнять. Потому что метод классный, вот, Кирилл, то, что ты привел. Но я представила, сколько, если это происходит регулярно, сколько человека часов, это каждый раз отнимают. Все пошли, слаг почитали, там, эмодзи поставили, ла-ла-ла. Вот. Но это какой-то такой мета-комментарий. Это уже переходим от частоты кода к организации процессов разработки. Но так или иначе это все сразу. Тем лид наружу рвется. Точно, да. Я добавлю, что вот по именованию у меня действительно из-за вот того, что я очень много с новичками работал, когда я, ну, понимаешь, в процессе у меня копится-копится, я, аж у меня целая серия статей есть, где я про это писал. И там, вот там как раз уделяется внимание, наверное, такому больше чистому коду без контекста. Знаешь, в каком плане? Ну, например, особенно в динамических языках, где у тебя тип неочевиден, да? Например, если я там о чем пишу? Если у тебя, например, есть коллекция, то почти в большинстве случаев желательно перемену называть, например, во множественном числе, users, например, да? А если у тебя это количество, то, например, там есть такой паттерн users count, потому что просто там count или некоторые просто users пишут, у тебя, грубо говоря, помимо... То есть есть просто запутывание, связанное с типами. То есть, например, я против тип писать прямо внутри переменной, есть такой подход, да, венгерская аннотация это называется, когда у вас там пишут, она в C-шарпе была принята одно время, да, и так далее. Но вот, например, множественное, одиночное число, вот некоторые подходы с буллинами, там, когда has, can и так далее, они есть, их стоит выучить и использовать. Это хорошая штука, да. Ну, это такой локальный чистый кодик, просто чтобы не путаться. Он глобально ни на что не влияет, но приятно, когда у вас глаз не цепляется с такие вещи. Слушай, мне кажется, что во многих... Ну, в некоторых языках, если ты следуешь этим правилам, то вместе с синтаксисом самого языка у тебя чтение программы становится максимально приближенным к естественным человеческим языкам. И, ну, просто органически читать проще, потому что ты читаешь if, что-то там, has, users или что-нибудь такое. И, короче, сильно проще это воспринимать, потому что, ну, ты, по сути, как будто читаешь текст, а не программу. Это, знаешь, такая очень забавная вещь, что в теории все так говорят, но, например, есть языки типа Smalltalk или Ruby, которые к этому близки. Многие такие фу-фу-фу. Поэтому получается, что на практике это не совсем так, когда люди доходят до языков. Кстати, я вам скажу сейчас очень забавную вещь, про которую, я уверен, вы так не думали. Вы знаете, что статически типизированные языки — это мой опыт. Я не проводил исследования, но мой опыт показывает, что именование в них хуже, чем в динамических языках. Потому что там тебе и ДЕ-шка часто типа показывает что-нибудь такое. Люди забивают, да. У них не вырабатывается этот паттерн очень у многих. Вот такой вот забавный момент. Ну да, это логично, потому что часть контекста у тебя даже правда там в типах заключена. Ты как бы уже загрузил его в голову и думаешь, а зачем его тогда еще экспозить через название переменной. И так же все понятно. Ну да, и на компилятор можешь положиться такой, ну и еще типа увижу. Блин, ну это забавно. Пол-реквестик, кстати, это уже не перестанет работать. Знаешь почему? Потому что помните историю? Вот, например, там в TypeScript все прекрасно используются выводом типов, да, там как бы нормально. Помните в Java, когда вар ввели, все такие нет-нет-нет, вар это, конечно, это типа дьявольское изобретение, потому что типа ты не видишь все дела. А потом Херакс в редакторах появился хенты, когда у вас типы подсказываются, да, и стало понятно, что вообще-то вар это классно. Понятно, что еще не все к этому пришли, но прикол в том, что когда вы пишете вывод типов, то в пол-реквесте типы вообще-то не видны. И вы попадаете в эту проблему. Да, поэтому явно объявлять типы... Это сейчас объективщина, но я предпочитаю там, где не суперочевидно все-таки явно типа объявить, даже если можно этого не делать. Ну, я бы скорее... Я скорее про именование переменных сейчас. Ну, может по-разному, да. Да, да. Ну ладно, это уже прям такие совсем мелочи и суперзависящие от языков. Еще один вопрос. Мы, кажется, тоже это уже затронули косвенно, но все равно это был у нас в том числе вопрос от аудитории. Вот есть там одна печально известная рекомендация от Боба Мартина про то, что функции должны быть очень-очень маленькие, не больше нескольких строчек кода. И тут же есть другая концепция, которая называется... Ну, как, по крайней мере, мне ее под таким видом подсунули. Locality of Behavior, то есть локальность поведения. Это, грубо говоря, неважно, насколько большая у тебя функция, важно, чтобы ты на нее посмотрел и без необходимости лазить по какому-то другому коду, сразу понял, плюс-минус, о чем идет речь. Вот как ты думаешь, какая из концепций больше помогает чистому коду, или, может быть, это вообще не дихотомия и не выбор между двух, а какое-то, как всегда, что-то посерединке? Это вот, наверное, тот самый случай, что... Сорян, меня что-то комары начали писать. Буду от них отбиваться. Хотя у нас комаров обычно нет, не знаю, что случилось. Так, смотри, что я хочу здесь сказать. Значит, я вот вчера этот подкаст слушал, да, по поводу, ну, с Мартином. И этот вопрос там занял приличное время. То есть они прям разбирали. То есть я прям месяц назад Мартин объяснял эту концепцию снова. Знаете, что я почувствовал, когда я его слушал? Я почувствовал, что он заложник своих собственных слов. То есть он когда-то что-то подобное написал, опять же, упрощая, имея в виду немножко другое. И теперь просто он не может сказать, ребята, забудьте, я не это имел в виду. Ему приходится как бы защищать это, чтобы продолжать двигаться в том же стиле. Это реально по его разговору понятно. То есть у него довольно адекватная... Не, у него есть, конечно, какой-то перекос, с моей точки зрения, небольшой. Но в целом, когда он объясняет, когда его там начинают, а как же так, а как же в той ситуации, ты понимаешь, что вообще-то он говорит нормальные вещи. То есть если бы он до этого про разбиение на функции там по 5-6 строчек не сказал, ты бы и не понял, что он это имеет в виду вообще-то. Не в ту дверь вошел, как говорится. Да, поэтому я честно, я не верю. Вот реально, у меня ответ здесь очень простой. Я хочу посмотреть его код. Я даже специально, прикиньте, после интервью, я такой сел, думаю, так, где у него исходники посмотреть? Не нашел, может быть, они есть. И тогда бы мы увидели. Это вот что касается Мартина. Поэтому я не думаю, что это вообще надо быть как-то серьезно воспринимать. Если мы говорим про сам подход, слушай, я, наверное, просто про себя скажу. Для меня это вопрос конкретной операции, которая тебе нужна. Понятно, что мы там можем углубляться, типа, что надо подумать о command query separation, или он segregation называется. Потом нужно подумать о изоляции побочных эффектов. Это все правда, там есть куча всего. Но глобально как бы на высоком уровне у тебя, как правило, есть некая задача, и ты просто с высоты своего опыта понимаешь, является ли это некая операция отдельная или нет. И ты так делаешь, вот и все. То есть для меня это ближе к абстракциям. При этом любые попытки, вот сколько я знаю, вот то, что ты назвал, там еще другие способы определить функцию, они, как правило, проваливаются, потому что для людей это слишком абстрактно. То есть на практике, к сожалению, нету подхода, который мог тебе формально четко... Поэтому все привязываются вот к этим словам. И знаешь, что потом получается? У меня, кстати, в этом смысле есть претензия, single responsibility, потому что его тоже часто используют вот в этом понятии. Есть претензия, что это... Вот эти все принципы, они хорошо делают, хорошо будут, то есть они настолько абстрактные, настолько неформальные, не имеют никаких критериев, что разные люди гарантированно по-разному будут видеть результат, ну, у них получится, если они друг с другом не общались. Потому что вы знаете, да, что если кто-то сказал вот это вот так и показал пример, все такие, да-да-да-да, смотри, очевидно. Ну так вы код видели. А если вы код не видели, вы бы по-другому все разбили. Почти наверняка. Вот. Поэтому это вопрос опыта. Типа грамотных абстракций, барьеров. Но главное, что функция просто... Я, кстати, даже так скажу. Вот прям эту тему можно было даже, чтобы вы понимали, отдельным выпуском делать, потому что здесь реально очень много нюансов. И вот одна из вещей, которую я, например, у себя транслирую, что если у вас достаточно грамотная абстракция, вот именно эта функция, она выполняет какую-то определенную задачу. Вообще, честно говоря, абсолютно без разницы, как она внутри грязно написана. Потому что у вас как бы, если она изолирована относительно, то у вас как бы наружу она не течет, и вы вообще можете даже особо не думать о том, что там внутри грязь, и это на вас не... То есть у вас, грубо говоря, технический долг не растет. То есть чем дальше вы двигаетесь, у вас вы в любой момент зашли, такие, о, надо оптимизировать производительность. Далеко не все функции такие. Но если вы достаточно грамотно это делаете, то очень часто получается именно так. Это, кстати, позволяет, например, мне проще относиться к тем же pull request, да, и к ревью кода. У меня нету одинакового отношения к разным участкам. То есть я, например, смотрю, вот как говорил, там, моделирование, я смотрю на грамотность абстракции, там, и так далее. И если с этим все хорошо, то, в принципе, внутри, даже если там грязь, как бы непринципиально. Мне кажется, это суперправильная мысль, потому что, опять же, можно бесконечно зарубаться в обсуждение чистоты кода архитектуры, но иногда люди за этим как будто бы забывают вообще, зачем мы все собрались, да-да, продались капитализму. Ну, типа, делать бизнес, шипперить фичи и все такое. И вот вопрос, если каждый раз посвящать невероятное количество времени спору о том, нужно ли сделать, разбить эту функцию на мини-функции, когда по факту это действительно какая-то одна абстракция, вот она никуда не течет. И по вопросу вообще, а надо ли это было? Ну, мне кажется, это очень-очень правильно. Это, смотрите, прекрасный пример. Вообще, помните, у фаулеров книжки «Архитектура корпоративных приложений»? Хорошая книжка, на самом деле, там много умных мыслей и подходов. И там он такую классную вещь сказал, что первое правило разделения объектов, да, типа, не разделяй. И вот можно обратить внимание, я всегда забываю сделать скриншоты. Короче, каждый раз, когда люди стартуют какой-то новый серьезный проект на Гитхабе, как правило, вы замечаете, что они всегда пишут? Они всегда пишут такое, что, типа, пока мы сейчас в стадии активной разработки, мы все держим в одном месте, но потом, когда, типа, оно стабилизируется, мы это распилим на компоненты, на библиотечки, и это будет все в разных местах. И Ansible так делал, когда, помните, все, до сих пор, по-моему, все его эти штуки внутри, то есть там ESLint, все правила к себе, сейчас они там стайлистик вытащили. Это вот к вопросу о том, что, ну, вот это все разделение и разбиение имеет смысл тогда, когда у вас есть некий опыт понимания вообще, как будет использоваться, развиваться код, и вы такие, о, я вижу переиспользование. Но есть стабильные абстракции, то есть, опять же, это от опыта зависит. Есть стабильные абстракции, где очевидно. То есть, если, например, вы реализуете свой собственный язык программирования, и у вас там есть коллекции, ну, очевидно, вы будете делать библиотеку с кучей маленьких функций, которые имеют при комбинировании там делать что угодно. Но это вопрос того, что вы, или давайте так, вы пишете query builder. Ну, очевидно, вы будете делать именно некую комбинаторную штуку, да, кучу мелких функций, которые вместе там что-то выполняют. Вот, поэтому есть разница, да, между написанием прикладного кода и, например, кода библиотек или кода фреймворков и так далее. Ну, да, кстати, вот этот поинт про то, что сначала не разделять, а разделять, когда нужно, это та же самая история, что и в целом подходы к архитектуре, когда начинают пилить на кучу-кучу-кучу абстракций, не имея для этого никакого реального юзкейса, кроме того, что идеология предписывает. Типа, идеология предписывает, что надо разделять, а ты разделяешь такой, ну, нафига, а нужно решать реальную проблему, кажется. Да, да, знаешь, где это проявляется часто, я вот очень из-за этого недолюбливаю многие гайды для фронтендеров, которые сразу предлагают, там, компоненты просто прям миллион, там, каждую просто фигуленку выделить куда-то в отдельное место, потом у тебя 100 файлов, и ты вот сидишь и все это собираешь вместе. У меня был, кстати, классный пример, опять же, я могу всегда ссылаться, честно говоря, по факту у меня были эксперименты, которые, знаете, можно прям оформлять и выносить наружу. У меня был пример, когда мы пилили, значит, вот проекты Хехслета, да, вот делают люди проекты, когда я их проверял сам, у меня был классный кейс, когда был опытный чувак, а опытные у них часто заморочки, да, то есть как раз новички, они делают, как ты учил, а опытные я, типа, знаю, я сам. Был прикол, значит, у нас проекты спроектированы таким образом, что там, типа, не тебе показывают все, что сразу надо сделать, а он, типа, по шагам двигается, и у тебя каждый шаг – это, типа, некое изменение, которое фактически может привести к необходимости рефакторить предыдущий шаг, потому что оно так расширяет требования, что, типа, ты такой, ой, я зашел не туда. Это одна из таких классных вещей, которую мы придумали, чтобы люди чувствовали реальность разработки, да, их это напрягает, но жизнь сложная штука, как говорится. Так вот, был прикол. У меня один чувак, он прям реально, вот это было сознание его такое, он с самого начала такой, я крутой программист, нахерачил там, значит, каких-то абстракций, все сделал, дошел до какого-то шага, там, типа, пятый, в котором вводится некая новая штука, когда он понимает вдруг все, что он сделал, оно не может соответствовать. Так вот, рефакторинг такого разделенного проекта – это ад. Чтобы вы понимали, он единственный, кто не успел сделать проект вовремя. То есть все новички сделали, он не сделал. После этого мы с ним отдельно рефлексировали на эту тему, и он говорит, слушай, я вообще понимаю, что по жизни, ну, типа, оверинженерю, то есть он начал это, как бы, немножко анализировать, и что вот у него есть такая тяга, как бы, сейчас я тут напридумываю и разделю, а видишь, изменение требований приводит к тому, что переписать, проще с нуля было написать. Блин, еще такой сеанс психотерапии получился вложен. Да, да, это очень классный кейс был, прям очень классный. Я жалею, что все это не выписываю, потому что у меня такого на книгу набралось. Ну, что, я надеюсь, что в следующий раз, когда мы с тобой будем писать какой-нибудь выпуск, я кроме телеграм-канала, ютуб-канала и твиттера смогу еще сказать, что автор книги про вот это вот все. Да, да. Есть такая мысль. Не очень чистый код. Не очень. Блин, я, кстати, вообще понял, что я то ли с возрастом, то ли с опытом окончательно сдался. Я вообще сейчас на абстракции забиваю до тех пор, пока я точно не знаю, что абстракция нужна. Я такой, вот мне нужно реализовать узкейс, я пойду писать его максимально тупым, простым способом. Когда станет понятно, что нужно что-то куда-то носить, я начну это делать до тех пор. Сорян, я слишком много раз в своей жизни понимал, что я начинаю делать и получаю какая-то фигня, и не то, и надо заново перепридумывать эту абстракцию, потому что она там была не нужна. Но все-таки, знаешь, хочется добавить, что есть в этом один подводный камень важный. Грубо говоря, есть проблема, что это лучшая стратегия, это правда, но есть проблема, что если у тебя сходу достаточно большая команда, и у вас ненормально выстроено взаимодействие, может оказаться так, что уже слишком поздно. Поэтому нужен контроль от лида. То есть действуем именно так, как ты говоришь, я за такой подход, но должен быть лид, который все-таки немножко на это посматривает, иначе люди просто не заметят, как уйдут слишком далеко. Ну, тоже каждый в своем, там, пуске варится. Ну да, я, естественно, про это все говорю с позиции, собственно, сам как лид, поэтому я сам себе велосипед, но в целом, да, понятно. Кайф, кайф. Окей, ну тогда про всякие такие штуки очень-очень близко именно к самому коду, к конкретным инструкциям. Мы вроде поговорили, ну, тут, кажется, нужно много маленьких деталей обсуждать, но субъективно это не так интересно. Давай попробуем подняться выше на уровень структуры кода, и я бы вернулся к одной из штук, которую ты уже упоминал. Ты говорил про управление побочными эффектами. Давай попробуем развернуть, что конкретно ты под этим подразумеваешь. Что значит грамотно управлять побочными эффектами, чтобы код был, правда, чистый и хороший? Ну, да, есть несколько действительно прям конкретных вещей, которые можно говорить про код, который, опять же, написан, может быть, красиво, но на самом деле делает дичь абсолютную. Вот управление, то есть самое сложное в коде – это именно изменения, да, то есть когда ты видишь функцию, которая просто что-то там читает, выводит и так далее, какая бы она сложная ни была, это не вызывает на самом деле никогда никаких проблем. Когда ты видишь функцию, которая, типа, говорит, там, апдейт-юзер в сервисе, а потом ты открываешь и видишь, что он у тебя пошел в сейв-базу, там же еще порядок важен, там куча зависимостей о транзакциях, о ней транзакция, а еще HTTP во внешний вызов и еще джогу положил или что-нибудь отправил в очередь, вы же понимаете, что никакое название функции вас не спасет. Ну, то есть просто нет шансов никаких. И сложность, она вот именно в этой части. Поэтому есть несколько разумных советов, есть как бы перебор, прям совсем функциональный, есть разумные советы. Я, единственная, кстати, вот одна ремарка маленькая, которую надо было с самого начала сказать, но я скажу сейчас. С точки зрения становления человека как специалиста, я не верю в то, что можно пройти, выучить какой-то подход и правильно начать его применять. Я вижу только единственный паттерн. То есть люди как бы из огня до в полымя, то есть они выучили какую-то штуку, погнали херачить там чистый код везде, ОП, потом функциональщины познакомились, везде начали фигачить функция. То есть я вижу, что баланс программиста, то есть когда ты разговариваешь с опытными программистами, они все проходили стадии, когда их кидало просто из одного места в другое, и им стыдно вспомнить, что они какой кошмар натворили. Я не видел программистов, которые стали крутыми, потому что они выучили правильные принципы и подходы. И такие, типа, я вот где-то посерединке всегда правильно пишу. Поэтому мой поинт, наверное, в том числе, типа, кто нас слушает и так далее, это не просто нормально, это правильно, надо стараться через это пройти. Не на моем проекте, но вам реально где-то это надо пройти. У нас, ну, к сожалению, нет возможности это проходить до реальных проектов, да, это проходит в реальных проектах, то где-то люди это делают. Так вот, да, есть такое очень классное выражение, функциональное ядро и императивная оболочка. То есть ваша бизнес-логика, она, как правило, все-таки вычислительная, и желательно вот ее изолировать, да, что если у вас там есть, не знаю, функция подсчета, зарплаты, ну, например, у нас там очень много вычислений, графиков платежей. То есть вот когда человек покупает, ну, в колледж поступает, скидка социальная, скидка обычная, скидка дается на первый месяц, на первый год, на все обучение. Она может быть в процентах, она может быть в сумме, там, понимаете, это распределяется. Можно купить через образовательный кредит, внутренний кредит, через полную оплату и так далее. Ну, вы представьте, да, вот если я все это собираю, там еще материнский капитал, а это там просто такая отдельная ветка с гигантской сложностью. А еще есть другие страны. Вот. И оплата по QR-коду, оплата по счету, оплата тра-та-та. И вот вы все это сводите, и у вас получается такое месиво, как бы, всех этих правил. И понятное дело, что логика выбора тех или иных вещей, зависимости, там, что в селектах потом показывается, это не в селектах сделано, это не во вьюхе сделано. То есть есть некий отдельный блок кода, который отвечает за определение этих связей, за то, как что выбрать, что если, например, я пришел с таким, например, я выбрал там интересский капитал, значит, у меня таким образом там разложится график платежей и так далее. Очень важно, что этот код находится не там, где происходит вывод, например, где происходит генерация, там, где происходит сохранение в базу. Это, кстати, супер пример, вот, именно введение абстракции, когда надо. То есть, как у меня было, например, график платежей у меня встраивается прямо в док-файл. Там есть специальный, типа, механизм, когда в док-файле ты, типа, вставляешь такие, типа, как переменные, ты можешь их реплейсить. Вот. И как у меня была первая имплементация? То есть, я когда начал делать график платежей, я такой, так, сначала я ввожу самое тупое, просто, типа, без всего, вот, просто тупо по семестрам, там, когда что надо заплатить. Соответственно, я сделал, у меня был метод, где берется прямо этот док-файл, там, прямо, знаете, типа, таблички, такой на HTML немножко похожее. И я такой, типа, туда ввожу эту логику. И потом в какой-то момент, когда я там начал добавлять, а если то, если все, я такой понимаю, ага, у меня, на самом деле, здесь представление смешано с бизнес-логикой. То есть, я уже от просто вывода начал сюда впихивать ифы на тему, а если у меня, значит, юрлицо оплачивает, значит, я должен не по семестрам, а по годам выводить. Понимаете, да, сразу как код усложняется. Там цикломатическая сложность в конечном итоге получилась очень большая, потому что вот суммарно эти ифы-кейсы, там, не знаю, десятки просто веток. И в этот момент я понимаю, очевидно, что так, все, мне надо остановиться. Вот этот вот весь вывод я как бы оставляю здесь. В отдельном месте я формирую правильный график. И получается, что, например, у меня есть просто метод, который говорит, верни график платежей. И вот эта логика вывода, табличка, чтобы вы понимали, это просто тупой код без единого ифа. То есть он просто берет массив, который на выходе из этого метода, и просто построчно его выводит. Ему без разницы, что там написано. Он просто это делает. Вот пример правильной, вовремя введенной абстракции, которая делает вот ровно так, как надо. То есть и получается, что у нас есть отдельная вот история. А там же, кстати, где генерируется док, чтобы вы понимали, там же файлы. То есть он их прям реально пишет, меняет. То есть это побочные эффекты. И вот оно разделение, вот они барьеры, вот у вас бизнес-логика чистая. Очень хорошо, кстати, тестируется. И вот эта штука, я не фанат юнит-тестов, но это тот самый случай, где юнит-тесты обязаны быть. И там, естественно, все покрыто, перекрыто этими тестами, чтобы там типа, ну, понимаете, вот этот рандом, вот этот вход, и на выходе играют в платежи, соответствующие вот десятку параметров, которые я вам называл. Вот по мне это прям эталонный пример вот этой истории. Угу, угу. Окей. Слушай, ну да, здесь прям даже все понятно. Тогда давай к другой концепции. И ты, мне кажется, я, короче, в айтишном инфополе не знаю, кажется, большего адвоката конечных автоматов, чем ты. И вот, и сегодня мы уже про них поговорили. И расскажи, как, почему конечные автоматы – это хорошо для чистоты кода? Это тот самый случай, когда, знаешь, я пытаюсь придумать какую-то схему, чтобы войти, так сказать, войти с какой-то штукой. Говорят, а вот есть, знаете, аббревиатура, в которую входит FSM. Потому что здесь очень простая вещь. Так получилось, что в нашем обучении этого нигде практически нет, либо даже если есть, то люди это не связывают с реальным кодом. То есть в моей практике было много людей, которые, когда ознакомились и понимали, как это используют в коде, они такие, черт побери, я думал, это только в партисерах используется. Или там это используется только вообще, это какая-то теоретическая штука, в математике я вообще не связал ее с программированием. У меня здесь очень простой пойнт. Конечный автомат, то есть, грубо говоря, знаешь, я всегда привожу, например, вот с гравитацией. Ты можешь про нее не знать, но она есть. И вот то же самое с конечными автоматами. Например, процесс подачи документов – это вообще-то сложнейший конечный автомат. И вы можете не думать о нем так, но вы не… То есть кто-то может сказать, там нет конечного автомата. На самом деле он там есть, независимо от того, чем мы об этом думаем. Потому что у вас есть процесс подачи документов, в котором есть состояние. На оплате проверяются документы, проверены. Причем еще и у каждого документа есть свое состояние, проверены, проверены и так далее. И дело в том, что моделирование процессов вот таких вот через конечные автоматы – это вот тот редкий случай, когда я могу сказать, это единственный правильный способ. Потому что все остальное, ну просто… То есть это естественный способ описания этого процесса. Вот что бы вы ни сказали, вы не придумайте, как по-другому описать. У вас все равно есть состояние и переходы между ними. Вы, по сути, эти переходы программируете. И мой поинт именно в том, что конечный автомат – это не история про использование каких-то лип, про то, что вы внедряете, меняете свое сознание, пишете более сложный код и так далее. Вот я недавно выступал просто в Алматы на конференции, да, и у меня там был разговор. Очень большое количество людей восприятия именно то, что я предлагаю какое-то, типа, усложнение, которое делает их код сложнее. А я им, наоборот, показываю, что ваш код как раз становится именно проще, потому что вот понимание сути конечных автоматов, понимание, что ваши процессы – это и есть конечные автоматы, ну, мы все что угодно можем с тобой говорить, да, доставка, например, заказ товара в магазине, пользователи зарегистрированы ожидают подтверждения e-mail и забанят. То есть люди даже не осознают, что все, что у них есть в коде… Вообще, давай так, вы знаете, да, Dijkstra и все остальные говорили, да, что программирование – это программирование конечных автоматов. Вообще, все, что вы делаете, у вас модальное окно показано, не показано, точно конечный автомат, хотите вы этого или нет. И фактически конечный автомат – это очень простая вещь с точки зрения кодинга. Это называется по-другому программирование с явно выделенным состоянием. То есть когда вы понимаете, где находится ваша сущность и вот ваш процесс в каком состоянии, не на базе косвенных признаков, типа, если у меня на счету больше 50 долларов, а еще я отправил e-mail и так далее, значит, в этот момент я нахожусь на ревью, например, да. Собственно, pull request – это конечный автомат. У вас он там тикет любой, конечный автомат, доска любая, конечный автомат с переходами по состоянию. Так вот, это меняет кардинально, во-первых, восприятие. Вы начинаете говорить в правильных терминах, смотреть на проблему и думать о ней в таких терминах. То есть это самый простой способ думать о процессах. А во-вторых, вы явно четко в коде завязываете сильно на этот признак. У вас прям, ну, то есть в коде, на самом деле, просто тупо с ифами становится проще работать. У вас вместо проверки 50 ифов появляется просто проверка, например, иф. То есть, например, у вас кнопка «Отправить на ревью». И она, например, активна только если вы на ревью не отправляли. Или, например, оно находится там в каком-то другом состоянии. Конечный автомат еще определяет ограничение переходов, что могу ли я перейти в то состояние или нет. То есть у вас это у всех есть. Вопрос в том, видите вы это или нет. Поэтому для меня это вопрос того, что люди, с которыми я вместе соприкасаюсь, объясняю, это показываю, они всегда, вот всегда гарантированно, это заканчивается тем, что, черт, я типа, да, типа, блин, оказывается, можно проще смотреть на проблемы. И люди, которые разрабатывают игры, они все такие «О-о-о-о-о-о». Я типа, я пробовал, типа, когда учился только писать игры и не использовать конечный автомат. Он говорит, код был просто жесть. Пока они не осознали, что у тебя вся игра, это сплошно, тут вообще ничего кроме автоматов нет, да. Потому что у тебя НПС стоит, идет, атакует, там, и так далее. У тебя есть зависимые автоматы, там, и так далее. Оплата любая, и все остальное. Вот. Поэтому оно, даже сейчас, я вам гарантирую, просто уже сколько лет я про это говорю, люди сейчас послушают и скажут, опять какое-то усложнение предлагают. У меня есть конспирологическая теория, почему так. Почему-то у самого термина «конечный автомат» большая коксистическая нагрузка. Да, да, он типа звучит страшно. Дискретная математика. В смысле, правда. Да, да, я себя помню. Ты тоже как только там начинала программировать, и ты читаешь, и как-то сразу же страшно подсознательно. Я не знаю, почему. У меня нет объяснения, но чувство такое. И поэтому люди ассоциируют сразу с каким-то это усложнением, да. Хотя по факту это способ, классный способ думать. Просто, на самом деле, думать очень, да, понятно. Просто немножко сложно говорить программирование с явно выделенным состоянием. Это еще хуже. Нам нужно новое, я считаю. Я считаю, нужно новое изобрести термин, и ты, Кирилл, можешь стать его евангелистом, все бы говорят, что придумал что-то. Используйте статусы. Давай упрости максимально. Статусное программирование. О, так это еще и звучит так обигенно. Статусное программирование. Высокоранговое. Ребята, типа, завязывайте в своем коде на статусы. Вот по факту вся рекомендация вот в этом, если упрощать максимально. Вот звучит намного приятнее. Да, да. Тут у меня... Подумай об этом. Две мысли. Первое, это, наверное, такое неприятие, связанное с тем, что, правда, это термин из универа. Я вспоминаю курс дискретки из универа, и когда нам объясняли конечные автоматы, и там не фигурировало ни одной строчки кода, приземлить одно на другое было просто нереально, без реального, как бы, прикладного опыта. Ну, типа, нужно какое-то время попрограммировать, чтобы потом понять, что конечные автоматы – это штука, которую можно очень хорошо в коде реализовать, и она будет тебе помогать. Вот в невере на втором курсе, честно, было непонятно. Абсолютно у меня просто опыта такого не было, чтобы это осознать, поэтому это слишком абстрактная фигня. Ну, и почему я об этом говорю? Потому что вот, то есть, любой человек, с которым вот начинаешь разговаривать, и вот когда ему объясняешь, что ты говоришь там, назови, пожалуйста, там, конечно, основался в своем коде, и он начинает уже такой соображать, что, ага, действительно, я реально программирую, то есть фактически мы программируем переходы между ними. И когда ты начинаешь об этом больше говорить, и ты просто очень наглядно можешь показать, что, ребята, вот именно эта штука – это та штука, с которой вы сталкиваетесь каждый день. Нет дня, когда вы бы с этим не сталкивались в своем коде. При этом, даже, кстати, если вы открываете документацию по каким-нибудь стейт-менеджерам в фронт-энде, там прям явно написано в редакции какого-нибудь прям, типа, это конечный автомат. Вот. Так вот, почему я именно эту тему так развиваю, и почему я буду говорить, и я знаю, что люди некоторые устали от этого, говорят, опять Кирилл за старое, просто потому что вот это в коде встречается не просто чаще, чем какой-нибудь солид, это то, с чем мы работаем, то есть это вообще одна из самых определяющих вещей, особенно, чем более сложным становится наш проект. Думание в этих терминах, выделение этого состояния и так далее. Поэтому я никогда не перестану это говорить, никогда не перестану пытаться людей как бы объяснить и донести до них, потому что это то, что в коде есть, независимо от нашего желания, всегда, везде, на каждом шагу. И либо вы это видите, и вам легче, либо вы этого не видите, и вам сложнее. Вот и все. Типа, я могу спросить принциплистов, как часто вы, когда в последний раз вы применяли принциплистов, да? Вот. Хороший вопрос. Возможно, вчера. Но это не точно. Ладно. Я тут хотел, кстати, еще про конечные автоматы вот чего спросить, потому что мне кажется... Короче, пришла в голову мысль, не уверен, что она прям правда какая-то полезная, но все-таки мы говорили про понятийный аппарат, мы говорили про то, насколько близок код и термин, который мы используем к домену, который мы пытаемся цифровизовать, если есть такое слово, в общем, дизитализировать, переложить на наш код. А не является ли это просто еще одной гранью той же самой истории? То есть смотри, когда мы говорим про конечный автомат, мы описываем возможное состояние системы. Когда мы говорим о возможном состоянии системы, они чаще всего очень плотно должны коррелировать с бизнес-процессами нашими. То есть, типа, каждое состояние системы, мы показали модалку, мы не даем сделать такое-то действие, мы даем сделать такое-то действие, это все состояние системы, которое зависит от того, в каком статусе находится юзер, система и так далее. Не является ли это просто побочным эффектом, что мы код начинаем сильно больше натягивать на форму бизнес-процесса, потому что форму бизнес-процесса мы перекладываем в конечный автомат, и код натягиваем на этот конечный автомат. То есть код становится ближе к бизнес-процессу. Слушай, на самом деле это оно есть. То есть у тебя, я грубо могу свести вот к чему. То есть у тебя моделирование предметной области, это по сути три штуки. Сущности, связи и автоматы. Потому что автоматы это процессы, в которых они участвуют, и, соответственно, между ними переходы. Я могу сказать забавную вещь, которую нигде не слышал, могу сказать автора этого. Я думаю, со мной поспорят, что сложность твоей системы определяется вот этими тремя аспектами. То есть, грубо говоря, в конечном итоге количеством конечных автоматов, помноженным на количество переходов. Потому что, что бы мы ни делали, мы программируем так или иначе почти всегда, если мы программируем переход из одного состояния в другого. Поэтому я могу реально сказать, что, когда ты спрашиваешь у людей, если они знают это, сколько там автоматов примерно, которые явно у них выделены, и они знают, и сколько переходов, ты можешь примерно оценить сложность этой системы. Понял. Ну, там, конечно, еще дополнительные есть аспекты, потому что автоматы не всегда качественно-количественные. Вот как я вам говорил, что есть комбинаторика, да, вот у меня там генерация этого договора, графика платежей, там, в зависимости от типа платежа, это все-таки там тоже ифы, но они не от перехода. Вот. Поэтому бывает по-разному. Но в целом глобально вот на уровне бизнеса, на уровне... Это, кстати, та самая так называемая, вот мы, кстати, не сказали про этот термин, необходимая сложность, да, есть случайная сложность, неправильные инструменты, неправильные подходы, хреновые абстракции там и так далее. А есть необходимое. Типа, если у вас есть пять переходов, и они все что-то делают, вы запрограммируете все пять переходов, даже если вы не знаете про существование понятия перехода и состояния. Да-да. Тут, мне кажется, еще вот какая может быть прикольная ментальная модель, что ли. То есть ты можешь думать в терминах как раз переходов между состояниями, и тогда у тебя не остается вариантов, кроме как подумать, чем состояние А отличается от состояния Б, и запрограммировать это как, грубо говоря, атомарный переход. Либо ты можешь запрограммировать изменения каждого из атрибутов состояния, то есть не думая в терминах конечных автоматов, и надеяться, что ты ничего не упустишь, и в итоге состояние А перейдет в состояние Б. Но просто шансов облажаться сильно больше, если ты думаешь не в терминах состояния, а в терминах атрибутов, которых может быть бесконечно много, если система сложная. Да-да. И ты явно это состояние, например, в базу не записываешь. То есть, например, ориентируешься на дату создания. И, естественно, такой код, он будет выглядеть чисто, кстати, то, о чем мы говорим. Но по факту я буду понимать, что это говнокод, потому что тут явно прослеживается, что... Ну, не знаю, добавили такую штуку, как deleted add. Но по факту уже когда... То есть понимаете, какая ментальная ловушка? Вы фактически добавили автомат. То есть если у вас появляется soft delete, и у вас deleted add, то получается, что вы должны все время это трансформировать в голове. Я думаю, что сущность удалена не потому, что там явно стейт такой есть, а потому что появилась дата в этом поле. Ну, типа, на самом деле это допустимо, особенно в тех системах, где, типа, это из коробки. Ну, я еще такую вещь называю, как не писать против ветра. То есть, несмотря на все, что мы говорим, у меня есть еще один подход, тоже важный. Что, типа, если вы работаете в каком-то фреймворке или системе, где принято что-то делать определенным образом, намного важнее делать то, как там принято, чем то, как вы знаете правильно, да? Вот, и это к этому относится. Поэтому, например, вот я сейчас пишу, там есть soft delete, где delete, тет, но там, где этого нет, я использую все-таки более явное состояние и, соответственно, туда это вписываю. Смотри, кейс. Опять же, у меня на все есть кейсы. Когда я пришел вот в Petter Service туда, к ребятам с ними работать, я работал с одной командой, которая конкретно отвечает за списывание денег в Мегафоне. Я с гордостью могу сказать, что повлиял на систему вот именно корых. Каким образом? Мы когда с ребятами поговорили, вот тема конечных автоматов там не просто зашла, они все с ужасом в какой-то момент, несколько разных подразделений, обнаружили, что все, что они делают, это, ну, вообще вся их система, это просто конечный автомат. Вот, особенно те ребята, которые оплатой занимаются. Они настолько... То есть они мне, когда я пришел, они жаловались как раз на то, что у них очень много вот этого костыльного программирования, когда они ифы впихивают, то есть типа, ой, какой-то кейс, иф в каком-то месте. Часто это решение следствия, а не причины, да? Вот это вот тоже очень важный момент, когда ты как опытный программист понимаешь, что они здесь, конечно, поправили ифом, но в реальности это просто система вся утыканная костылями, да? И они не очень понимали, что с этим делать. И когда я им про эту систему рассказал, вы не представляете, во-первых, там чуваки поняли, что это оно сразу. И парень, который там отвечал за всю эту вещь, он настолько глубоко погрузился в автоматы и, ну, как бы прям вот фундаментальную теорию прочитал, что в какой-то момент мне с ним стало сложно говорить, что я не настолько хорошо знаю вот эту фундаментальную теорию, я говорю, чувак, это ты уже мне должен объяснять, как это работает. Короче, они мало того, что переписали эту систему, и у них, например, ушла часть там двойных списываний, и, знаешь, там предсказуемость системы стала гораздо более высокая. А второе, они реально начали делать очень активно популяризацию автоматов по компании. Вы даже на Ютубе можете найти видео, Петр-сервис, старое, где они про автоматы рассказывают на всю компанию. Прикиньте, как их торкнуло, когда я вот про эту штуку им рассказал. Вот. Да, да. Блин, ну круто, круто. В общем, всем, всем, конечно, автоматы. А я хотел еще одну тему поднять. Статусное программирование. Высокоранговое статусное программирование, да. Альфа-альфа программирование. Статус платиновый, статус, да, там надо ввести систему, градацию. Да. У меня еще один вопрос из, в том числе от наших подписчиков, из нашего чата. Раз уж мы говорим про структуру, структурирование и все вокруг организации кода, что по паттернам? Вот у нас есть банда четырех, которая все время внесла огромный вклад в популяризацию паттернов. Сейчас кажется, общепринятое мнение, что это все уже устарело и никому нафиг не нужно. Так ли это? Потому что, на мой взгляд, паттерны, как терминологическая штука, да, что тебе обязательно нужно называть визитор-визитор на стратегию стратегии, правда, нафиг не нужны. Но в целом смотреть разные юзкейсы организации кода, ну, это просто пополнение своего кругозора. И да, в общем-то, и все. Можно я опять ворвусь тоже? А мне кажется, как раз визитор-визитором и стратегию стратегии классно называть, потому что ты экономишь время на том, чтобы с командой договориться. Ну, в смысле, вы обсуждаете какое-то решение. Ну, просто я сама это в жизни наблюдала. Кто-то начинает спорить, так, нет, начинает объяснять, а кто-то визитор, ебани, извините. И он такой, ну да, логично. Вот, и все. Я сейчас, пока, Кирилл, сори, мы сейчас тут зарубимся немножко, а потом тебе слово передадим. Я с удовольствием послушаю. Я просто хотел твой аргумент парировать тем, что это работает вот с двумя с половиной паттернами, которые широко известны среднестатистическому программисту. То есть там плюс-минус большинство понимает, что такое визитор, что такое стратегия, помнят, что это такое. Когда ты начинаешь, допустим, идти в сторону того, что такое абстрактная фабрика, уже начинают всплывать вопросы, потому что люди такие, блин, я точно не помню, про что это паттерн. И паттернов там, их десятки. И, короче, количество сложностей, которое срежет использование визитора какого-нибудь, пропорционально тому, насколько это широко употребимый паттерн. А их очень мало, те, которые широко употребимы. Поэтому я бы тут сказал так, что это, ну, короче, очень узкий кейс, когда это правда помогает. Нормально, концептуально согласен, но абстрактную фабрику я бы отнесла все-таки к must-have, но, короче, да. Окей. Кирилл. Все, мы не смогли посраться. Нас все время говорят, что вы мало сретесь, да, в подкасте, а мы же так синхронизировались за 7 лет совместной работы, что как-то не выходят. Паттерны – моя тема, честно вам скажу. Я болел ими очень много. Я очень хорошо их знаю, про них регулярно рассказываю. Люблю. В каком смысле? В том плане, что, конечно, это прокачивает человека как специалиста. Значит, несколько, давайте, фундаментальных вещей. Первое. Большинство паттернов действительно имеют локальный контекст. Ну, типа, вот на архитектуру вообще никак не влияют. Это просто локальная какая-то фигня. Ни далеко не всегда, не везде, но для прикладных разработчиков в большей степени, которые фигарят джейсончики, база, там, бизнес-слойка, ничего, ну, там, критического сумасшедшего нет. Есть паттерны как бы другие, типа MVC, вот там да. Там как бы это прям серьезно влияет на архитектуру, потому что давайте посмотрим на то, как WordPress написан без MVC. Там внести изменения просто невозможно. Ну, то есть это очень-очень жестко. Понятно, что большинство людей привыкло к тому, что за них это фреймворки делают. Они даже, ну, как бы, знаешь, сложно осознать, чем тебе прививка помогает, если ты не понимаешь, как без прививки. Вот примерно то же самое здесь, что почему многие отказываются от прививок, да, я, например, за, я делаю все, что есть, именно по этой причине, да, или там витамины, все что угодно, да. Непонятно, что будет без этого. И вот здесь такая же история, что очень многие вещи имплементированы, либо нативно как-то реализуются. Есть еще второй аспект, что чем менее выразительный язык, тем больше в нем паттернов. Это такой, ну, может быть, это шутка, но она имеет немножко долю правды, потому что, например, в той же Java, особенно в старых версиях, просто многие вещи физически нельзя было сделать, ну, там из-за вот этой классовой, и вот этой системы C++, Java, да, вот эти языки, там просто надо было все-таки какую-то некую надстройку с интерфейсами мутить, чтобы потом что-то себе получить. Поэтому, например, в динамике многие вещи, как бы, они вызывают, типа, мм, а у нас еще такой проблемы нет, просто потому что это динамика, вот. Но при всем при этом есть набор определенных шаблонов, которые, честно говоря, имеет смысл знать и понимать. Единственное, я сразу скажу, что очень многие важные паттерны в реальности являются просто всего лишь разным способом применить полиморфизы подтипов. И вот тут появляется такая забавная вещь, как раз связанная с некими фундаментальными знаниями. То есть, типа, люди учат паттерны вместо понимания сути. А суть, вот давайте я пример приведу. Стратегия, декоратор, прокси, этот, господи, нет, не фабрика сейчас, ну, лобжет, например, да, еще какие-то, я сейчас просто не вспомню названия, фактически все эти паттерны, адаптер, кстати, да, все эти паттерны являются разновидностью просто полиморфизма. То есть, все, что вы делаете в них, это просто применяйте полиморфизм, больше ничего. Но, потому что у вас фактически, а полиморфизм чаще всего, именно саптайпинг, да, подтипов, это просто уход от ифов. То есть, у вас был иф, и иф убрался. Вот. Ну, то, типа, альтернативность почти всегда это либо иф, либо, возможно, динамического расширения. Типа, когда у вас могут появляться новые типы, без необходимости править исходник. Это, кстати, чаще все-таки в библиотеках происходит, и чаще происходит в фреймворках. Вот. А, например, тот же самый визитор, я могу сказать, класс очень широко распространенных инструментов, где, типа, вас без визитора туда не пустят, это линтеры, например, да. Ну, любые анализаторы кода. Там просто, там вообще визитор, это главная, как бы, концепция. У тебя есть базовый, есть линт, который строит дерево и предоставляет тебе возможность обходить его, а ты, по сути, все плагины, это визиторы, по сути, к линтерам и ко всем таким инструментам. Вот. Поэтому я скажу так, с точки зрения инженерной крутизны, знать и понимать их важно, но, опять же, они очень по-разному применяются, главное, видеть их суть в зависимости, там, от языка, от всяких историй. То есть не надо пытаться, блин, в Ruby или в JavaScript тащить вот эту сложную штуку. Они очень часто в гораздо более простом варианте используются, но они используются. Вы все равно, у вас есть адаптеры к базам данных. Все равно стратегия реально классная вещь, которая много где помогает развести, когда вот это вот мои кейсы, да, из моего сложного бизнесового приложения, когда вы вместо того, чтобы там 500 ифов и очень сложно думать о коде, вы просто разносите кейсы, и у вас прям просто независимые куски появляются, да, и вам легче о них думать и так далее. Поэтому они решают определенные проблемы, они помогают на локальных участках, они делают вас лучше, как инженеров. То есть просто вот это фанатичное сначала любовь к паттернам, а теперь отрицание к паттернам, я вот не одобряю оба этих подхода. Угу. Я просто в какой-то момент понял, по крайней мере для себя лично, что я знаю не так много паттернов, я, честно, не осилил дочитать книгу до конца, потому что к этому мне стало очень скучно просто читать паттерны. И плюс где-то к середине я понял, что я все примеры этих паттернов, или большинство из них, так или иначе где-то видел, так или иначе где-то применял. Ну, типа, come on. В любом языке, где есть лямбды, если ты передаешь лямбды, если у тебя в одну и ту же функцию передается несколько разных лямб в разных местах вызова, в зависимости от того, что ты делаешь, ну ты, блин, по сути, реализуешь ту же самую стратегию. У тебя просто лямбда реализует эту стратегию. Ну, это может быть такой кейс. Просто раньше там в какой-нибудь Java 6 ты бы в каждом месте, где тебе нужно установить стратегию, ты бы сделал свою какую-то имплементацию отдельного класса, например, который отвечает за вычислительную логику. Смотри, как прикольно получается. Видишь, вот здесь как раз тот кейс, наверное, о котором я говорю. Ты сейчас фокусируешься на технике. А для меня, например, стратегия, это вообще не про конструкцию языка, которую ты используешь, а именно про конкретный класс проблем. А проблема именно следующая, что у тебя есть, например, сложная логика, в которую можно, на самом деле, если внимательно на нее посмотреть, разбить на несколько независимых кейсов. То есть обычно как бывает, что у тебя какая-то сложная вычислительная фигня, у тебя if, ты понял, что у тебя еще один if, потом еще один, еще. И у тебя, например, в начале может быть выбор. То есть если, ну вот как у меня, например, если ты юридическое лицо, у тебя пошло все по одной ветке. Если ты не юридический, по другой. Но из-за того, что ты как бы изначально это делал, ну у тебя все-таки метод один, например, тебе по-любому надо, чтобы он был один. У тебя получается, что как бы оно переплетается, и у тебя на каждом этапе проверка. И для меня как бы стратегия, она может вообще-то реализована быть просто, я не знаю, кейсом в реальности. Ну и понятно, что это не... В таком случае ты скажешь, нет, вообще-то это не стратегия. Технически, да, это будет не стратегия, но с точки зрения решаемой проблемы, ты как раз решишь ее. У тебя блок кода, отвечающий за какой-то конкретный кейс, из него уходит if и другого кейса. И вот это вот для меня как бы ключевая штука. Основание паттернов, оно лежит вот именно в этой области, не в области того, какую я применил штуку. Стратегия в том виде, в котором ты говоришь, это все-таки скорее про не разделение if, а скорее вот именно про полиморфное поведение, при котором у тебя есть типа интерфейс, и ты разрабатываешь, например, фреймворк, ну, например, стратегия авторизации, да, у тебя любой фреймворк или любая либо авторизация, она обязана быть устроена таким образом, потому что у тебя может быть разной стратегии авторизации. И для того, чтобы быть способным динамически как бы меняться, чтобы ты исходники не правил, им приходится делать так, что на вход подается некая стратегия, ну, знаешь, вот эти OmniAv, например, всякие, либо когда ты можешь через GitLab, через разные системы аутентифицироваться. Они же все так реализованы, да, и они специально это выделяют, чтобы ты мог как бы снаружи прокинуть свою имплементацию. Поэтому можно еще сказать следующее, что именно с точки зрения вот понимания прям вот этих штук, для тех, кто делает часто либо фреймворки, они реально с этим знакомы лучше, им это больше надо знать, да. В коде редко, в приколомку... В коде такое бывает, редко, да. Мы опять приходим к тому, что абстракцию надо просто правильно выделить. Да-да-да, по сути, это все как бы частные случаи каких-то вот применения для того, чтобы абстракции какие-то порешать. То же самое абстрактная фабрика, да. Классический пример — это там типа кроссплатформенный GUI-фреймворк, например, да. Вот, что у тебя есть понятие там баттона, она в зависимости от того, на какой ты платформе, у тебя там конкретный баттон. Ну, это, кстати, крайне редкая штука. То есть это реально... Такую вещь вообще в прикладном коде, ну, никто, наверное, не делает. Это прям... Ну, если вы делаете фреймворки... Кто пишет свои велосипеды. Да-да, и вы не знаете про такие вещи, на самом деле вы хрень напишетесь, скорее всего. Потому что догадаться до этого не всегда легко. Угу. Окей. По паттернам вроде понятно. Еще всем известны пять букв, которые почему-то очень часто появляются в тех же разговорах, где появляются паттерны, или там же, где появляется, например, как раз-таки чистый код — это Solid, и связаны с ним всякие идеи. Вот что скажешь, насколько следование идеям, следование концепциям Solid помогает писать чистый, хороший, качественный код или, наоборот, в Reddit? Давайте скажем так. Так, глобально это очень локальные штуки, которые вообще ни на что практически не влияют. То есть, как мы уже говорили, там, те же автоматы или, например, Command Query Separation, да, встречается намного чаще, намного важнее, и это вот то, с чем вы работаете каждый день вообще в своем коде. Принцип Лисков, ну, вообще-то сейчас важно понимать ко-вариантность и контр-вариантность, да, чем принцип Лисков. Он просто уже, ну, просто заменен уже фактически. Там, инверсия зависимости — это больше про сейчас, опять же, либо применение полиморфизма, и вы, если вы понимаете, вы там, где надо, это применяете, либо это, ну, просто вот, если у вас Spring Boot, ну, у вас просто есть контейнер. Ну, вот он есть, вы им пользуетесь. То есть, если вы пишете где-нибудь в рельсе, ну, его нет, и там просто по-другому принято. И можно говорить, что все проекты не соответствуют буквы D. Ну, как бы мы, например, у себя там внедрили, используем контейнер, но это немножко сборная система, то есть все равно куча вещей используется напрямую. Является ли это проблемой большой? Да нет. Но является ли это на архитектуру? Нет. Да, в локальных местах где-то у людей, особенно если они про это не знают, там, ивчики будут появляться. Ну, типа, знаешь, типа, если я в тестовой среде, я делаю так, если я не в тестовой среде, я делаю вот так. Ну, это как пример, да. Что касается интерфейсов, ну, да, вот это, типа, отдельный интерфейс, ну, как бы, типа, хороший принцип, но, опять же, во-первых, это не настолько критично и не настолько часто, а, во-вторых, сейчас еще у многих всякие есть системы, а-ля типа, трейд, эмиксины и так далее. Ну, то есть это хорошая штука, важная, правильно, но это не то, что делает ваш проект кардинально каким-то другим. Ну, вы TypeScript спросите, у них вообще такой проблемы нет. У них структурная типизация, там просто по-другому работают. И из всего этого может показаться, что только там open-close вообще там никто не понимает его, честно говоря. А про S я уже говорил, что хрень эта собачья, потому что... Короче, я сейчас даже сделаю вам небольшой, так сказать, я не хотел про это говорить, но скажу, у меня есть план, так сказать, знаешь, разоблачения солида. Я сейчас нашел несколько чуваков и договорился с ними о чем? Я сделаю с ними запись, с каждым независимым. Я придумываю задачу, и они со мной в реальном эфире спроектируют либо по принципу S. И это будут несколько разных программистов. Потом я это сведу и просто хочу показать людям, как люди думают про систему, когда они друг друга не знают и не видели решения этой проблемы, но им надо, типа, применить S. Я просто хочу показать, что они будут, ну, достаточно по-разному смотреть на... Потому что нет никаких критерий. Вот. Поэтому для меня это, опять же, из серии «хорошо дело, хорошо будет». Так что, в общем и целом, я считаю, что эта штука довольно получилась вредная, потому что многие на нее, про нее говорят, но никакого отношения к реальному коду, такому вот прям, по каждодневному, серьезному, архитектуре это не имеет. Мы думаем скорее про другие вещи. Вот язык единый, люди вон там микросервисы пилят, у кого-то там производительность, это вообще просто параллельные вселенные. Угу. Да. Я знаю, что со мной многие не согласятся и скажут «отписка». Не-не, я как раз наоборот. Не, не «отписка», а «приход в чат», «приход в чат», «напрасывание». А, да, и написать, что неправ, да. Да, да, да. Написать, что неправ. Так победим. Я просто как раз разблокировал воспоминания, как на каком-то pull-request, где, ну, там был интерфейс, в котором выделено какое-то разумное количество методов, типа там пять, может быть, или что-то типа того. Ну, и они были не все про одну зону ответственности. Чуть-чуть туда подмешалось, потому что логично было все запихнуть в одно место, но так просто проще и удобнее было. И Рил в комменты пришел чувак, который написал, что вынеси, потому что сингл-респонсибилити. Я такой, шашечки или ехать? Отсылаю к названию нашего очень-очень старого выпуска. В общем, да. Вы помните Андрюху, который сфинк сделал? Знаете, его нет. Вот. Да, мы просто очень много с ним на конференциях пересекались. Блин, я сейчас понял, что я забыл фамилию человека. А, Аксенов уже. Да ведь, Аксенов? Блин, я так давно его не видел, что я фамилию забыл. У него есть очень классный доклад. Вот реально, ребят, честно говоря, надо было, мне кажется, вот про него еще говорить или посмотреть на него до нашего выпуска, потому что он как раз про это. Вообще-то серьезный дяденька, да, который делал сфирьезные системы, которым пользовались все. У него есть, он такой, как бы, не всем заходят его доклады, скажем так, но мне очень заходят, мне его стиль нравится, у него есть доклад «Снесите это немедленно». Вот, кто не видел, как раз про архитектуру прекраснейший доклад, где он, так сказать, усиливает вещи, которые я сегодня сказал, и он, в том числе, там рассказывает про Солит, и он там так смешно рассказывал, что, говорит, мне Солит понадобился ровно один раз на собеседовании, когда его спросили про Лисков, причем он, говорит, я думал, что это мужик, думал, что это девушка. В общем, очень классный доклад, который подрывает пердаки просто, вот, лучше всего остального вместе взятого. Он вот ровно про то, что мы говорили, он как раз там про именование, про смысл, про все остальное. Называется «Снесите это немедленно». Очень рекомендую. Мы ссылочки добавим, я думаю. Да, я сейчас как раз в фоне посмотрел, потому что я такой думаю, что-то, совершенно точно помню, «Сфинкс», Андрей Аксенов, и все сходится, у нас был выпуск номер 129 про то, как работает поиск с Андреем Аксеновым, так что да. И, кстати говоря, я еще нашел параллельно, что в выпуске, по-моему, то ли про продуктивность разработчика, то ли про обязательное знание программиста. Ты, кстати, Кирилл уже упоминал этот доклад, потому что... А, возможно, я про этот доклад уже говорил, да, потому что... А ничего, мы еще раз положим, потому что полезно. Да, да, да. Он разносит там просто, я говорю, это был разнос такой, что люди... Как он может такие вещи говорить? Да, да, мне кажется, с Солидом, как всегда, проблема, как с концепцией, которая предписывает что-то делать и чего-то не делать, но при этом она настолько абстрактна и неконкретна, что ее все могут понять по-своему. В итоге она оказывается бесполезна, но все с пеной у рта борются за свое... за право считать свою интерпретацию более правильной, чем соседская. В итоге все пишут разное, все как бы формально следуют Солиду, но... потому что он просто позволяет абсолютно любые трактовки. Ну, либо некоторые вещи уже просто игнорируют, на мой взгляд, реальность и современные... Мы бы, кстати, могли сейчас, знаешь, очень быстро придумать... Тоже как бы... они тоже ведь... Там же есть история появления Солида, типа... Вы же знаете, что они, грубо говоря, у них там было больше принципов, а они просто буквы выбирали, чтобы красиво получилось. Нормально. То есть то, что оно там вообще так разошлось, это никто не ожидал. Это же просто... они же не боги там какие-то. Это просто ребята сидели такие, типа, а вот давай, и понеслась. Вот. Мы также можем придумать... Я знаю, кстати, что есть альтернативная... Есть уже альтернативная, по-моему... Я не помню, как называется, но там тоже красивое слово появилось. Честно говоря, эту статью не сильно дочитал, но, как видите, она не очень популярная стала, что никто про это не говорит. Но там есть какая-то еще аббревиатура. Но я бы, наверное, вот из всего, что мы говорили, как раз сказал, что, типа, единый язык, вкладывая туда вот все, что мы говорили, второе, это, типа, автоматы, третье, это императивная... Ой, это функциональное ядро, императивная балочка, и такой помельчий принцип, это command query separation. Наверное, не самые... Может быть, есть что-то еще более важное, и 100% может что-то придумать. Но вот я бы из всего, что мы говорили, выделил вот эти вещи. Осталось аббревиатуру. Нейминг, да, подобрать. Нейминг, да, подобрать. Да, да, да. И вытеснить, наконец-то, solid. Да. Ну, круто. С этим вроде разобрались. У меня, наверное, финальный здесь вопрос в этом блоке про всякие структурные штуки. Мы как раз говорили сейчас про, на мой взгляд, про решения и концепции, которые так или иначе могут повлиять на абстракции в нашем коде. И абстракции у нас всегда влияют на... Ну, не всегда, ладно. Слишком резкое утверждение могут влиять на перформанс. Нет ли, на твой взгляд, у чистоты кода какого-то трейд-оффа и конкуренции с перформансом? Потому что, как правило, чем... А давайте еще выделим компайл-тайм и ран-тайм. Перформанс? Да, в смысле, что-то может на скорость компиляции только поэффектить, что-то и на ран-тайм может поэффектить, если постараться очень. Ну, да, мы можем. Я, наверное, не совсем сейчас понял, как это, типа, завернуть в... Короче, отдельно обсуждать компайл-тайм-перформанс и ран-тайм-перформанс. Я, наверное, в целом начал, а там потом, может быть, мы разобьем. Короче, нет ли здесь такого, в общем, что пока ты пишешь код, который в целом не перформанс-критикал, то написать его чистым и при этом, чтобы он был достаточно производительным легко, как только тебе нужно заниматься оптимизацией, ты так или иначе начнешь чистотой жертвовать. Вот нет ли такого эффекта? Это всегда вещи... То есть у тебя любая оптимизация всегда, очевидно, приводит к тому, что твой код станет не таким классным, как бы ты хотел, но все равно есть некий базис, который, ну, типа, смотри, давай так, вот если мы берем... Здесь очень большая разница между, конечно, там, например, вебом или, скажем, людьми, которые там компиляторы пишут, да, то есть вообще нельзя сравнивать. Поэтому если мы говорим про веб, ну, у тебя все-таки момент, в котором тебе придется там что-то такое дикое делать, ну, он не скоро придет, потому что, ну, смотри, окей, кэш, ну, окей, добавил кэш. То есть принципиально поменяет ли это, что ты вот бизнес-слой куда-то выделил, да нет, не поменяет. Отправка там писем, а синхронные джобы, окей, у тебя, знаешь, что встает в первую очередь? То есть, типа, дойти до уровня, когда это начинает прям так жестко аффектить, вообще еще надо постараться. Ну, типа, я бы сказал так, если вы дошли до такого момента, у вас, скорее всего, успешный проект, и я бы как основатель вообще-то был бы рад, может быть, продал его и вообще уехал. Ну, я и так уехал, что мне. Вот, и все было бы хорошо, да. А базовые вещи, они, наверное, связаны тут уже действительно со слоями, потому что вот мы говорим такие абстракции, вводить абстракции. Откровенно говоря, вот каждый раз, когда про это все разговаривают, я такой думаю, блин, ребята, чем вот интересно вы все занимаетесь? Потому что вот я пилю веб-проекты, да. У тебя там вот абстракции придумали десятки лет назад все, которые нужны. Я имею в виду, это не значит, что новых не бывает, но типа вот этих абстракций, которые уже придумали, их типа хватает до проектов на сотни тысяч строк кода. Ну, то есть на динамике это еще доживи, то есть это достаточно крупные проекты. Вот, а дальше там, ну уж точно у вас будут деньги, вы разберетесь, как бы, что и как делать. Вот, поэтому, например, что из важного, да, у вас, мы, кстати, в том числе к этой луковой архитектуре частично приходим, да, что у вас есть там бизнес-логика, домен, ну, есть сервисные, есть, например, там какие-то контроллеры, ну, как бы впихивайте туда кэш. На что-то это сильно влияет? Нет, типа внутри бизнес-логики вряд ли что-то поменяется. Там надо индекс-базу добавить, вообще ни на что не влияет, и так далее. То есть по мне там ситуация, или, например, какую-то операцию вынести, сделать асинхронно, ну, так еще больше конечный автомат понадобится, потому что у вас теперь там по времени разделение появилось, да, например. Вот, поэтому я честно скажу, что вот прям, чтобы это так аффектило, что вам там придется такой трэш писать, блин, ну, у вас должен быть прям проект, где уже все по-взрослому. То есть много людей, большая кодовая база, супер какие-то сложные вещи. Вообще вы там со своими микросервисами вперлись, как многие впираются, да. Вот. Я не работаю с такими проектами. Ну, то есть у меня обычно сложность, она именно в сложности бизнесовой, а не в миллиардах пользователей, поэтому я могу схалявить. И, да, наверное, кто-то страдает. Ну, честно, я думаю, таких людей намного меньше, чем принято считать. Далеко не все пилят Google. Вы не Google, как это известная мантра. Да, да, да. Но всем нравится об этом думать. Но опять же, блин, как я и говорил, мы столько лет в индустрии. Вот вспомните, типа, ничего же принципиально на самом деле не поменялось, но разговоры поменялись кардинально. Типа, а, сегодня важно это, а, завтра важно это. Ты понимаешь, что, знаешь, этот опытный чувак, который сидит, просто ничего не делает, а этот падаван там бегает и переживает, что надо куда-то перетаскивать цемент. Вот помните, были, когда high load еще вот только начинался, да, тогда все разговоры про высокие нагрузки. Главная проблема. Конференция называется вообще. Да, да. Вообще-то нагрузок стало больше. Где вообще разговоры про высокие нагрузки? Типа, куда они все пропали? Все возросли, мощности. Разобрались все. Да, типа, все решили эту проблему, все, больше таких разговоров нету. Ну да. Мне еще кажется, кстати, что здесь тоже, наверное, можно масштабироваться, усложнять код, делать его более производительным, сохраняя какую-то чистоту, потому что сейчас будет супер субъективное мнение, и это чисто моя перспектива последнего года, потому что я радикально сменил стэк и направление того, чем занимаюсь вообще там с мобилки, ушел в совершенно другую область. Но просто проследил паттерн. Типа, у тебя возникают абсолютно другие кейсы. Вот я сейчас там работаю иногда с какими-нибудь там стриминг-пайплайнами, которые должны обрабатывать какие-то там миллионы входящих событий в минуту, в секунду, не знаю, короче, очень много событий. И как бы когда ты думаешь об этом абстрактно, ты думаешь, блин, это, наверное, очень сложно. Наверное, нам нужно писать какие-то оптимизации. Наверное, там нужно как раз-таки делать некрасивый код, который производительный. Некрасивый, потому что производительный. А потом выясняется, что уже есть подходы, уже есть фреймворки, уже есть туллинг, есть там всякие Apache Beam, есть Dataflow, есть всякие Flink. Все способы работать со стримингом ивентов, включая потреблять миллионы ивентов из кавки и нормально их на лету обрабатывать, это все уже есть. Ты просто берешь правильный тул, он внутри, скорее всего, всю эту сложность уже аккумулировал, а ты просто в терминах уже доменной области близко к стримингу ивентов обсуждаешь очень понятные, простые и чистые концепции. И все становится красиво и понятно. Короче, типа, под все эти задачи уже на самом деле есть инструменты. И когда ты берешь правильный инструмент, у тебя внезапно возможность писать тот же самый чистый код увеличивается, потому что ты не пытаешься решить все проблемы сам. Ты берешь правильную абстракцию, под это уже кем-то сделаешь. Поэтому я говорю, я всегда вот этим разговором всем удивляюсь, потому что... Не, я понимаю, что есть люди, которые такие вещи пишут, но, блин, ребят, в прикладном программировании, вот в современном мире, ну, реально все проблемы почти решены. Например, когда там люди начинают говорить про, типа, вот, там, Rails медленный или еще какой-то фреймворк медленный, я говорю, ну, камон, ребят, сейчас вы никогда в жизни, вот реально невозможно, что вы придете на сайт, и вы такие, типа, скажете, о, он медленный, потому что там написано в таком backend-фреймворке. Все достаточно работают быстро. Да, кому-то чуть больше надо железа, кому-то чуть меньше. В большинстве случаев это не имеет никакого значения. Вот GitHub на Rails написан, вы вообще догадаетесь этого или нет? Это там Airbnb, Shopify, номер один, да, там инструмент. Ну, я по Rails говорю, потому что я на Rails пишу, и про него часто такая есть штука. А PHP вообще на каждый запрос с нуля весь поднимается. Единственный среди всех. С нуля, каждый раз, весь, целиком поднимается. Вы просто... Некоторые проекты на Java стартуют час. Вот, а они поднимаются. То есть, видишь, еще там проблематика немножко разная. Поэтому, кстати, они разными оптимализациями, честно говоря, занимаются. Да, да, круто. И, кстати, вот хорошо, что мы сейчас начали перечислять языки программирования, потому что я хотел двинуть к нашей почти что финальной уже секции как раз сфокусироваться на тулинге, инструментах, языках программирования и так далее. Мы очень много говорили про концепции, и примерно понятно стало, какие концепции, какие ментальные модели нужно держать в голове, чтобы, в принципе, стараться писать более чистый код. А давай попробуем поговорить, насколько сильно тулинг, инструменты, языки программирования на это влияют. Вот я начну даже с очень конкретного вопроса, который нам в том числе и вкинули в чат. А есть ли какие-то, например, языки программирования, которые более располагают к тому, что писать чистый код, или наоборот, языки программирования, на которых чаще всего получается грязь какая-то? Слушай, мне кажется, из того, что мы сказали, в целом более-менее понятно, что языки к этому не имеют особого отношения, кроме, наверное, того факта, что есть просто, опять же, можно сказать, не тот уровень абстракции, когда выбирают раз для того, чтобы писать прикладной какой-то сайт. Наверное, это не самый классный выбор. Или Haskell. Я тоже... Там есть веб-фреймворк, но, честно говоря, я не думаю, что это... Там, где у тебя все в побочных эффектах, у тебя сплошные, значит, изменения состояния, наверное, так себе идея. В остальном... Нет, есть люди, которые говорят, вот ГО там, типа, он такой весь правильный, все дела. Не согласен. Доказывать не буду. Это вопрос времени. ГО пройдет такой же путь, как и все. Кстати, уже началось, вы заметили? Ой, мне так отрадно это смотреть. Начиналось все за здравие, уже пошло, внедрили миллиард вещей, пол-комьюнити недовольна, чем что происходит, появляются какие-то спорные штуки, больше абстракций, люди там продолжают говорить мантру, мы, значит, вообще фреймворки не используем, нам это ничего не надо. При этом ты заходишь на GitHub, у тебя там уже пяток фреймворков, у которых больше 20 тысяч старов и так далее. И такой, ну давайте еще пару-тройку лет посмотрим, куда все это приведет. Так что я знаю, что сейчас еще... Вторая половина подкаста сейчас такая отвернулась от экрана. Мы сегодня все чувства, так сказать, зацепили. Джавистов закопали, Гошников закопали, нормально. Ладно, подзакопали. Ну да, я согласен, мне кажется, тут правда обсуждать языки очень странно. Наверное, один вопрос все-таки я задам, хотя я, скорее всего, на него уже ответ знаю. Есть вот такое свойство языков, как выразительность, которые часто обсуждают в контексте того, как много единиц смысла ты можешь выразить в единице какого-то синтаксиса или какого-то блока в языке программирования. То есть там, где в одном случае тебе нужно будет написать целый на 10 строчек цикл или какой-нибудь другой блок, в другом языке ты можешь одной какой-нибудь встроенной инструкции все это порешать. Вот как думаешь, где вообще находится баланс между выразительностью и читаемостью? Я объясню, что я имею в виду. Условно, в скале там какой-нибудь можно выразить какие-то очень сложные вещи, одной строчкой. Проблема в том, что никто, кроме скалисты, который эту штуку написал, это, скорее всего, не поймет, пока не проведет на этом проекте месяц. Вот. Что думаешь по тем поводу? Pearl style программа. Да-да. Ну да, что, тут все очень просто. У тебя действительно... У тебя действительно есть такой фактор. Сейчас, секундочку, ребята. Тут охранник на меня смотрит уже закрыто, но вроде он меня не прогнал. Хорошо. Хорошо. Да, значит, по поводу вот выразительности языков. Смотри, я, например, люблю лиспы. Да, я писал... У меня есть на продакшен окложен, окложен скрипт. Это язык, в котором, по сути, ты там за счет макросов, за счет вот этого минимального синтеза, по сути, каждый раз создаешь свой собственный язык. У тебя контекст... Вот такого контекста, как в Леспах, ни в каких других языках больше нет, когда ты пишешь код. Например, вот Никита Тонский у нас, наверное, был, да, в подкасте, я уверен. Просто мы-то с ним... Чтобы вы понимали, у нас есть бэкстори, потому что он приехал в Ульяновск работать в Эхо еще тогда, у Льва Валкина. И я, собственно, там тоже был. И именно тот момент, когда он садился на окложу, я как раз был у них в офисе, и он про нее рассказывал, вдохновленный вот этой историей. Это было очень много лет назад, там, 2011, что ли, год и так далее. Вот, собственно, тогда мы и познакомились. И вот ему тогда дали возможность пописать на окложу внутри проекта, и он там отчитывался, типа, какие плюсы и минусы. И вот один из факторов был именно из-за того, что это супер некомандный язык вообще. Ну, типа, люди, которые на нем пишут, они тащатся. Им очень нравится. Но как бы читать потом это и разбираться, особенно если он большой, это вообще-то по боли счета. И для меня здесь два аспекта. Действительно, деревянные языки. Я вообще за деревянную архитектуру, за деревянные подходы и за разумную копипасту. То есть я люблю деревянный код, тупой, как дрова. Я вообще считаю, что писать на пределе своих возможностей очень плохая идея. Поэтому надо желательно не доводить до такого состояния. И поэтому какие-то сверхабстракции я не люблю, там, сверхконцепции, которые часто любят в других разных системах вводить. Вот. И, короче, значит, есть две параллельные такие шкалы. Первая – это просто тяга самих программистов. И как ни крути, программистов все-таки ничто не остановит от выбора, если у них есть возможность, языка, который, может быть, не всегда подходит к проекту, но им очень хочется на нем пописать. Вот. Это первая шкала. Вторая шкала, действительно, что чем более деревянный язык, ну, при всех остальных, типа, что все остальное одинаковое, что он популярный, что у него система нормальная и так далее, то, как правило, он более командный. Тут еще, конечно, статическая типизация влазит. И все. И тогда мы говорим, что если я делаю... Ну, я для себя бы так сказал. Если я делаю что-то серьезное, надолго, и я знаю, что это история в смысле прям вот банковский со в десятилетии, наверное, я буду джаву выбирать или что-то такое. Потому что там важный... Как ты хотел сказать, да? Я слышал. Да, я оговорился. Сколько там букв? Я перепутал. Ну, вот. Да, если я, например, пишу проект, который является... Вообще, я не знаю, выстрелит... Нет, это бизнес на... Не потому... Кстати, вот у всех существует еще отношение к этому, что типа, фу, там плохой код, эти языки подходят только для маленьких проектов, небольших. Нет, я вообще так не считаю. Просто речь о том, что, грубо говоря, в таких проектах можно как раз писать достаточно быстро, разрешаясь ошибаться. При этом код может быть нормальный, все будет прекрасно. Я говорю, возьмите Shopify, гигантский проект там на Rails, просто гигантский, номер один там в своей нише. Я не буду выбирать это по принципу, что типа через три года я обязательно перепрошу это на Java. То есть это так не работает. Но все же, если делается софт, где у тебя будет сотня разработчиков, например, да, я выберу, конечно, Java. Поэтому здесь, наверное, я так на это смотрю. Но мне кажется, вот эта штука, она очень личная. Очень личная. То есть тут нету объективных критерий. Я знаю гигантское количество людей, которые суют языки только потому, что они им прикольные. Но переход, кстати, вот знаете тенденция, да, вот PHP когда-то доминировал. Его и сейчас он на самом деле вебе вообще-то доминирует. Если кто-то думает, что это не так, посмотрите статистику сколько сайтов на PHP. Но там получилось так, что на тот момент не было адекватного языка, на котором можно было писать именно тяжелые какие-то вычисления, синхронные штуки. Поэтому тогда PHP писали, типа его использовали там, где его вообще-то не стоило использовать. Он же такой одноразовый, он не для долгих каких-то операций бэкэндовых. И помните вот этот shift, когда Go появился, все-таки резко на Go начали переписывать. Здесь очень важно понимать, что переписывание на Go это не потому, что PHP плохое, а потому что на PHP писали то, что на нем изначально писать не надо было. То есть он слишком много в себя взял. И поэтому получается, что вот конкретно в данном случае конкретный Go, конкретный кейс, прям правильное решение, то вот куда надо было идти, язык там прям круто подходит. И это вот сейчас, наверное, это вообще талон. Типа все проекты, где есть пых, вся вот эта асинхронная микросервисная бэкэндовая логика, она написана на Go. Ну, в банках Java, там где-то США, в ГОСах много его, да. Остальное уже там как у программиста карта львешь. Ну, кто-то должен был сказать Kotlin, поэтому да. Kotlin тоже. Kotlin тоже, да. Я на Kotlin, кстати, когда он появился, он мне очень понравился, потому что там DSL-ки можно прикольно писать. Кстати, люди в чате про DSL-ки спрашивали, мы про это не говорили. И первое, что я на Kotlin написал, это аналог рубишного DSL-я для роутинга. Мне очень понравилось. Да. Ну, про DSL-ки в контексте чистого кода я просто даже не очень понимаю, как говорить, потому что, ну, блин, DSL-ки это конкретный инструмент выражения конкретных каких-то очень специфичных штук. Ну, типа, как ты его напишешь, так и будет. Если это хороший, чистый, понятный DSL, то, ну, будет тебе чистый код. Если ты наворотил какой-то фигни, которую не поймет никто, кроме тебя, ну, удачи, что? Скажу. Можно, знаешь, что сказать? Вот можно приложить ссылку, кстати, все-таки, вот мы говорили про конечные автоматы. Вообще-то удобный способ описания это классное, как бы, подспорье. И вот если ты посмотришь на разные инструменты для описания автоматов, ты увидишь, что языки, где классно DSL-ки писать, там описание автоматов самое классное. И визуально, и с точки зрения понимания и всего остального. Яркий пример. Вот все люди, которые нас смотрят, просто сходите, кстати, многие не знают, в Spring есть прям пакет конечные автоматы, который еще и с базой интегрирован, а еще и с интегрированным звукипером, там умеет всякие локи ставить, там безумная вообще функциональность, я вообще такого не видел нигде. Так вот, у него, по сути, DSL это билдер. А билдер, он довольно многословный. То есть, если ты посмотришь описание автоматов, короче, когда он написан, вообще-то тяжеловато довольно его читать. Если его, ну как тяжеловато, без него будет хуже. Но считается, если ты сравнишь, например, с тем же, как в Ruby сделано, а в Ruby просто DSL, то он, даже не зная языка, он очевиден сразу. То есть, ты сразу видишь state, ты сразу переходы, там просто даже синтексис особого нет. Вот в таком контексте я могу сказать, что да, это классно, но видите, это просто узкое применение для описания каких-то элементов программ. Ну да, да. Но посмотрите обязательно, называется ASM. AASM на Ruby, просто чтобы понять вообще, как бывает, потому что это вообще волшебство. Насколько это удобно, легко и красиво. Я как раз делаю пометки в ссылках, чтобы это приложить. Да. Так. Я просто как пример скажу, что во многих языках нету такого DSL, как в Ruby, и по этой причине там им приходится фактически, ну знаешь, там объектами, ассоциативными массивами, короче, описывать это таким немного неудобным строковым способом, и это выглядит... Ага. Да. Так, я сейчас смотрю. Кажется, мы вроде как все, что хотелось обсудить в плане все обсудили. Сейчас я быстренько чек, но список вопросов, которые нам накидывали, потому что там было очень много. Но вроде мы, правда, по всему прошлись. тут финальный тогда вопрос, парочка вопросов. Первый, наверное, такой, а как вообще... Короче, вот мы сейчас закопали, понятно, Мартина, сказали, что концепции там понятные, но кажется, нужно смотреть немного на другие вещи, и вот это вот все. А как вообще научиться оценивать свой код на чистоту, как вообще понять, чистый код ты пишешь или нет. И тут, наверное, есть отдельный еще вопрос, который, мне кажется, сюда тоже ложится логично, это вопрос в том числе от наших слушателей. И вообще нужно ли все эти правила запоминать, держать в голове, или уже есть какой-то автоматический тулинг, линтер, вот это все, что можно обмазаться из-за тебя все практически, ну понятно, кроме там автоматов, наверное, конечных, потому что это все-таки твоя задача запроектировать свой код так. Но все равно, короче, что обмазаться правильным тулингом, и он за тебя предотвратит написание плохого, грязного кода. Я вот слабо верю, но интересно услышать твое мнение. Вообще нужно ли знать, специально изучать все вот эти вот правила к написанию чистого кода, чтобы иметь возможность посмотреть на свой код и сказать, да, мой код классный и чистый. Ну опять же, если мы говорим с тобой про домен, а это по сути ядро программы, это вообще самое главное, и вот это все, ну никакой автоматический, ну если бы был такой тулинг, он бы за тебя код просто писал, и все. То есть, типа, зачем тогда человек нужен, если он может проверить, что у тебя грамотный домен, ты правильно переложил требования и их правильно реализовал. Вот. Так что тут... Причем, кстати, я знаю, еще там был такой вопрос, я вспомнил, там люди еще говорили по поводу, а, или это не к тебе было, по поводу линтеров и того, что... Ну ладно, я что-то забыл, окей, давай, проехали. Да, в общем, линтеров хорошо, но это стилистика, да, но это стилистика. Ну окей, а тогда вот, правда, линтеры, мне кажется, здесь, это все же детали, подробности, но все же, как оценить свой код, чистый он или нет? Знаешь, хороший вопрос, я об этом тоже регулярно говорю и для меня ответ, наверное, мой ответ, он не всем тоже нравится и он, может быть, не очень в конве как бы общих штук. Я не верю в то, что это можно, это можно учиться, не работая в команде с человеком, который умеет это делать грамотно. Вот просто не верю. Сколько... Тоже, знаешь, вот с тестами тот же самый прикол. Берешь любую команду, в которую никто никогда в жизни тесты не писал, ты можешь заставить их писать тесты, а не гарантированно начнут их писать плохо. Они даже, это не факт, что поймут, что они плохо пишут. Поэтому вот эта штука проучиться, когда у тебя... Ну, мы тут про учебу же все еще любят разговаривать, даже про учебу нет. Вот я недавно тоже в подкасте был и я людям как раз это объяснял, что обучение, не надо путать термины обучения и образования, обучение это всегда типа от человека к человеку. Типа ты можешь прочитать миллиард книг, посмотреть докладов, еще что-то. Причем про человека я не всегда имею в виду, что у тебя прям в команде. То есть многие люди, например, ну как многие, наверное, меньшинство из тех, кто нас слушает, но многие среди тех, кто это делали. Типа вот open source. Open source растит очень сильных разработчиков. То есть если вы, например, являетесь core-девелопером React, ну, очевидно, человек сечет, да, фишку. Да или хотя бы контрибьютором активным. Потому что, во-первых, ты пойди, во-первых, разберись все их код-стандарты и напиши код, который решает все кейсы и при этом адекватен. И тебя еще вот все 100 тысяч пользователей этой системы не прокляли за то, что ты там фигню какую-то отправил им, да. Вот. Это тоже вариант. Но он всегда через вот головой как бы макнуть, показать, сказать, что, слушай, вот тут вот надо было по-другому. Я не знаю других способов расти вот по-настоящему. Сам ты никогда не отрефлексируешь. Понятно. Ну и тогда, на самом деле, у меня следующий вопрос был, а как вообще научиться, что почитать? Потому что, понятно, клин-код читать мы уже не рекомендуем. Но, мне кажется, ответ следует из твоего предыдущего ответа, что только практика поможет. Ну, то есть, главное держать принципы, которые мы сегодня обсудили в голове и практиковаться, пока не начнет хорошо получаться. Не поверишь. Помнишь, у тебя была идея еще про ОП и проффункциональ, чтобы говорить? Может быть, мы уже сейчас не успеем. Но я тебе так скажу из вот тезисов, как бы комбинации тех тезисов, что я говорил, да, что тебя должно покидать. То есть, ну, надо через это пройти. У меня было очень много примеров, когда, вот, например, у меня достаточно качественный код в проекте, да, приходит туда человек без большого опыта. Знаете, что начинается? Он как бы, ты ему вроде объясняешь, вот, типа, вот принцип подхода. И он начинает во всем сомневаться, именно с точки зрения того, что он не видел по-другому. И ему приходится верить тебе на слово. И я понимаю, что в какой-то момент, прикиньте, у меня в какой-то момент возникло такое понимание, что на проекты, где отличная кодовая база и все остальное, опасно брать людей без опыта, ну, у способных ребят, которые быстро могут вырасти и так далее, именно по причине того, что они не хлебнули. И они не видели плохого, и это приведет, на самом деле, к катастрофе в будущем. Потому что, когда ты им даешь вожжи в руки, они начинают делать дичь. Хотя ты говоришь, мы же, смотри, у нас же вот подход, мы же уже делаем по-другому, потому что мы через это прошли. Он такой, а, ну, это не очевидно было. Я думал, мы делаем так, просто потому что мы так делаем. И остановить это невозможно. И вот здесь, наверное, скажу так, что меня, как инженера, вот я в своей жизни могу выделить несколько точек прокачки, да. Одна из... Во-первых, есть точка с языками, связанная с разными парадигмами, которые меня очень сильно воспитали. А вторая, это, например, функциональная парадигма. То есть у меня был период увлечения паттернами, потом был период увлечения функциональщиной и сикпом. Помните эту книжечку, да, что вот эта штука, как бы в конечном итоге дала для меня, как инженера, понимание как строить системы намного больше, чем все остальное. То есть оно очень хорошо легло как бы на весь мой предыдущий перекос и опыт, и в конечном итоге оно меня сбалансировало в хорошую сторону. Так вот, значит, понятные книжки, мы уже про них говорили, там, это, например, SIP, How to Design Programs, там, еще классные книжки, которые, честно говоря, я еще не читал, но я знаю, что их все рекомендуют. Сейчас, наверное, не скажу. Это совершенно код, но для многих опытных это уже не вариант его читать, да, там, программист-прагматик, Джоэль, программирование тоже, да, так и полезно, и развлекательно. Две его книжки. А с точки зрения языков, давайте я перечислю, значит, какие, я считаю, надо обязательно. Понятное дело, C, чтобы базу вот эту понимать, потом один уровня Kotlin C, ой, Kotlin, я опять его вперед поставил, Java C Sharp, да, Kotlin Java C Sharp, один из этих языков обязательно надо знать. Потом, понятно, что один из динамических языков какой-нибудь скриптовый, ну, сейчас любят Python рекомендовать, я, честно говоря, лучше Jazz порекомендую. И вот дальше, это вот типа база такая классическая с точки зрения именно императивного программирования. И вот есть еще несколько языков, крайне важных, которые вот дают вот тот самый буст, когда человек выходит на некий новый уровень понимания происходящего. Это Haskell, это Kloja, это Erlang. Ну, причем каждый язык сейчас фактически имеет некую надстройку, типа Java Kotlin, там Erlang Elixir, да, и там JS TypeScript, то есть вот эти пары тоже. Потому что Erlang Elixir дают офигенное просто понимание систем. Там вот концепция того, как это разделяется по всему очень здорово. Го, кстати, даже в этот список не входит, потому что если вы знаете Erlang Elixir, вы как бы гораздо больше вот эту концепцию будете понимать лучше. Работа с памятью там везде немножко разная, всякие способы обеспечения атомарности и так далее, и так далее. В общем, вот такой вот у меня набор языков для того, чтобы сформироваться, в конечном итоге сбалансировать, так сказать, свое понимание мира. Короче, должно хорошенько помотать, чтобы получить абсолютно разносторонний экспириенс и выкристаллизовать общие хорошие подходы. Ну, либо вам повезло, и вы попали в команду мега-супер-профи, где вас там задрючили как надо. Не всем везет так. Да, но здесь есть тот эффект, про который ты говорил, или, может быть, я не совсем правильно понял, но если ты приходишь в команду, где все уже правильно, и ты на это насмотрелся, ты такой понял, принял, что вот так и должно быть везде всегда. Да-да-да-да-да-да-да-да. Но я имею в виду, что все равно, я уверяю тебя, после нашего подкаста многие скажут, я не проходил этот путь, или там типа это не обязательно. Это тоже правда. То есть это все-таки некий максимум назвал, да. То есть есть все-таки люди, которые все-таки попадают в правильные команды и делают те ошибки, о которых мы говорили, но как ни крути, это все равно достаточно высокий уровень будет при любом раскладе. Даже если человек как бы будет некоторым вещам просто на слово верить, ну, типа через год-два все-таки он будет сильнее, чем люди, которые просто копались в каком-то трэше. То есть в трэше копаться надо, это хороший опыт. Кстати, вы знаете, что по этой причине, например, когда вот набирают людей например, особенно там в маркетинг, в пиа, ну, вообще вот все эти штуки, да, очень ценятся люди из агентств. Потому что агентство — это школа жизни. Вот. И то же самое, например, в программировании я ценю людей, которые пришли с аутсорса. Аутсорс — это школа жизни. Да, да, я ценю людей с аутсорсом. Это вообще тема для отдельного холивара, потому что всегда же есть батл. Чуваки из аутсорса против чуваков из продукта, потому что у одних очень хорошая насмотренность, а у других иногда типа развитое продуктовое мышление. Но и там, и там на самом деле ничего не значит. Перекосы есть, да. Надо общаться с каждым человеком отдельно. Да, да, да. У тебя всегда есть перекосы, да. У тебя могут быть люди из аутсорса, которые, ну, вообще настолько не про продукт, что тебе вообще не важен экспириенс, человек не может работать в продуктовом. Ну, по крайней мере, с точки зрения того, кто там. Да, да. Ну, круто, круто. Что? Кажется, на этом мы прошлись таки по чистому коду. Честно, у меня ощущение от выпуска, что чистого кода на самом деле как такой сущности не существует. И мне кажется, мы на YouTube так и назовём. Этот выпуск чистого кода не существует. Потому что мы сегодня разбирали, что это очень сложная многосоставная такая шкала, по которой ты не можешь сказать, что код чистый или нечистый. Он может быть до какой-то степени соответствует одному из критериев. Критериев обсудили очень много. Ну, да ладно. В общем, пора подводить черту. Про что мы сегодня говорили-то? На самом деле мы говорили про чистый код. Мы говорили, откуда взялся этот термин. Мы вспомнили дядю Боба, того самого, который этот термин породил и ввёл в массовое употребление и обозначил какие-то границы применимости, с которыми мы, конечно же, немножко поспорили, и с которыми он сам уже спорит. Трагедия, трагедия творца. Буквально воочию. Вот, обсудили, в общем, что там было с идеями так, потом пошли уже обсуждать, а что же мы на самом деле понимаем под чистым кодом и на какие составляющие части он раскладывается. И там было много всего. Я сейчас не буду повторяться, потому что мы про это говорили целых два часа. Правда, мы обсудили столько разного, начиная от конкретных каких-то деталек вроде именования переменных и заканчивая какими-то структурными штуками. Небезызвестные конечные автоматы, евангелистом которых является Кирилл. И я думаю, всем, кто с ним еще не знаком, обязательно стоит про них почитать побольше и начать применять на практике. Сто пудов кайфанете, когда начнет получаться. Вот, поговорили про языки программирования инструменты, как они вообще влияют на чистоту кода, ну и закончили какими-то плюс-минус практическими советами, а как вообще прокачать у себя навык написания чистого кода и как вообще, не знаю, поднять что ли свой, улучшить свой кругозор, чтобы начать писать код более круто. И да, еще одна такая штука, о которой хочется сказать в рамках подвинения черты. Мы правда рассеяли мрак над этой темой. Как Катя сказала, мы из темноты вынырнули к свету. И да, в общем, это было замечательно. Кирилл, спасибо большое, что пришел к нам. Были очень рады с тобой снова пообщаться у нас в подкасте. Вам спасибо. Я уже у вас как дома себя чувствую. Да-да, замечательно. Женя, у меня есть к тебе один вопросик. Да-да. Собирала его по течению всего выпуска. Короче, что тебе нравится больше, чем в одном выпуске? Закапывать. Чистый кот, Боба Мартина, Го, Солид. Что мы там еще закопали? Много чего. Ну, Роберта Мартина чуть-чуть прикопали так по поясу. Да-да-да. Больше этого тебе что-нибудь нравится, чем закапывать? Ой. Блин, хотелось бы сказать, что что-нибудь откапывать нравится, но я что-то не помню, что тебя что-то откапывал в последнее время. Поэтому больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы подписывайтесь на нас на Ютубе, пишите нам там комментарии, приходите к нам в Телеграм-чат, вкидывайте вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в наших выпусках, накидывайте идеи для новых выпусков, подписывайтесь на нас опять же в Твиттере, в общем, во всех-всех соцсетях. Подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии, обсуждайте наши выпуски и вкидывайте свой фидбэк, нам он очень важен. Но соцсетями, не соцсетями едиными, самое главное, мы любим, когда вы слушаете наш подкаст и рассказываете о нас своим друзьям. С вами был подкаст «Подлодка». У нас в гостях был Кирилл Макевнин из Хекслета. Мы сегодня говорили про чистый код. Всем спасибо и всем до новых встреч. Пока. Пока.